или, что Нелла не может победить кузина. Нелла хочет исполнить желание отца, поэтому Нелла хочет победить. Услышав этот вопрос и желание Неллы, ее отец ответил, повернувшись к ней спиной, создавая ощущение одиночества. Нелла, это невозможно. Ваш талант не сравнится с ним. Если он действительно хочет претендовать на эту должность, никто не посмеет возражать против этого. Почему ты сказал, что у Неллы такой же уровень таланта, как у святой магии? Да, но его талант. Отец со вздохом посмотрел на небо. Вы когда-нибудь слышали эту фразу? Импровизируй, адаптируйся, преодолевай? Да, это его талант. Ты гений, который может превзойти волшебного святого. Однако он может посмотреть на твою силу, научиться чему угодно благодаря твоему таланту, справиться с разницей и, наконец, усилить эту силу. Нелла в изумлении открыла рот. Это бесполезный талант, если у него нет никакого желания идти вверх, но он станет его величайшим оружием, когда он захочет стать сильнее. Этот талант бесполезен, если вокруг него нет людей, но в этом мире он встретишь много таких людей и гениев, как ты. Когда он будет учиться у тысячи гениев, сможешь ли ты победить его? Нелла ничего не смогла сказать, когда отец объяснил талант Теа. И даже сейчас Нелла могла только закрыть глаза, когда ее тело упало на землю. Она пробормотала. Отец он слишком силен. Терсланд побеждает. Объявил Деева после того, как Нелла упала, не имея сил встать. Уау. Арена сотрясалась от аплодисментов. Теа только что доказал, что он сильнее Неллы, несмотря на то, что сражался за более слабую страну. В таких суровых условиях Теа удалось победить, показав, что его талант больше, чем у Неллы. Теа оставался неподвижным, а Нелла собрала достаточно сил, чтобы сесть на землю и уставиться на Теа. Кузен, ты действительно единственный. К сожалению, ее слова не дошли до Теа. Внешний вид Теа внезапно изменился. Раньше здесь и там была кровь, но оказалось, что Теа все это время притворялся. Когда иллюзия покинула его тело, у Неллы перехватила дыхание, когда она посмотрела на Теа. Его рубашка была разорвана и залита кровью, а глаза погасли. На самом деле, это заставило задуматься, почему он еще не рухнул. Как только эта мысль появилась, его тело неожиданно упало вперед. От отчаяния Нелла подползла и едва поймала его в свои объятия. Теа потерял сознание. Увидев Теа в таком состоянии, она не могла не крепко обнять Теа, сказав. Кузен, если ты такой, как я могу даже надеяться победить тебя. Ты действительно большой болван. Она только что поняла, что крови на арене было больше, чем то, что они видели. Другими словами, Теа скрывал свое состояние и боролся до самого конца. Это, это. Я потерял дар речи. Я не знаю, как прокомментировать этот бой. Шейра почесала затылок, пытаясь что-то придумать. Я серьезно не знаю, что сказать. Несмотря на то, что боевое мастерство Теодора было ниже, чем у Неллы, он умел все решать умело. В этом его неоспоримая сила. С другой стороны, Нелла продолжала подталкивать себя в любой ситуации. После того, как она не могла угнаться за Теа, она изменила свою стратегию и решила позволить Теодору ударить в себя. Взаимное уничтожение. Они все хотели победить своего противника, но противник был просто слишком силен. Могу с уверенностью сказать, что это был лучший бой в этом соревновании. Вы просто не можете изменить мое мнение. Я хочу, чтобы все аплодировали обоим участникам. Шейра остановилась на мгновение, прежде чем ее глаза остановились на Теа. Тем не менее, я восхищаюсь одним человеком в этом соревновании. Несмотря на то, что он был травмирован все это время, он никогда не показывал этого на своем лице. Даже с кровью, покрывающей его тело, Теодор скрыл это под своей иллюзией. Оглядываясь назад на его предыдущие бои, я заметил, что его технику иллюзии нельзя считать навыком, потому что он может использовать два навыка одновременно. Другими словами, это, вероятно, небольшая часть навыка, который можно активировать одновременно с другими. Есть несколько примеров по этому поводу. Шейра продолжила свое объяснение и не забыла похвалить Теа за смелость. Деева быстро поднял руку и закричал. Медик. Однако Нелла, похоже, что-то заметила. Она прошептала Теа, улыбаясь. Кузин. Ты знаешь, я могу проиграть эту битву, но я выиграю войну. Я не могу дождаться, чтобы назвать тебя по имени. Мой дорогой Кузин. После этого медицинская бригада отнесла его обратно, пока врач проверял его состояние. Даже Рай и Радвилс вернулись в команду, пытаясь разглядеть его травму. К несчастью для них, доктор мог только покачать головой. Мне очень жаль, но он потерял сознание. Лучше отправить его в больницу, чтобы ему оказали более качественную медицинскую помощь. Выражение лица Радвилса помрачнело, когда он взглянул на Рая, который согласился с доктором. Травм не так много, но его организм больше не выдерживает. Ему также может понадобиться переливание крови позже, а пока лучше доставить его в больницу. Скорая готова внизу, добавил врач. Радвилс с трудом кивнул, сказав. Я понял. Спасибо. Хорошо, я буду с ним. Рай поднял руки. Он должен поправиться через один или два дня после применения лекарств и отдыха. Да, я оставлю его тебе. В конце концов Радвилс удалил Теа. Я заручусь поддержкой президента для вас, так что обращайтесь с ним как можно лучше. Когда они ушли, Радвилс повернулся к команде с серьезным выражением лица. Так он тебе что-нибудь сказал? Сэр, как вы думаете, что будет с Теа? Обеспокоенно спросила Эллин, не думая о конкуренции. С ним все будет в порядке. Это ты в беде. Радвилс беспомощно покачал головой. Я спрашиваю вас еще раз. Он вам что-нибудь сказал? Я дал ему право вести конкуренцию в соответствии с его суждением, но это сделало меня невежественным относительно его плана. Вот почему мне нужно узнать его мысли от вас, ребята. К сожалению, все они посмотрели вниз, не в силах ответить ему. Радвилс сжал лицо и глубоко вздохнул. Ничего? Серьезно? После возвращения с первого матча Теа ничего нам не сказал. Эллин разочарованно подняла руку. Затем Элиа сказала ему, что Кларк ранен и не может сражаться в полную силу. В то время он только сказал, что подумает об этом, и ушел. Серьезно? Радвилс вздохнул. Как сказала Нелла, Теа может выиграть битву, но именно она выиграла войну. Без мозга команда перестала функционировать, не зная, как справиться с командой Соединенного Королевства. Они не знали текущего плана и могли выбрать вариант, отличный от варианта Теа. Они вспомнили, что произошло в их первом бою против сборной Италии. Теа сказал им всего несколько вещей, чтобы получить огромное преимущество, но оно вскоре исчезло, потому что они не могли его правильно использовать. Другими словами, без Теа они не смогли бы выступить идеально и могли бы проиграть эту битву. Зная, что команда стала слишком полагаться на Теа, Радвилс сказал. В любом случае, пока я возьму на себя ответственность за эту команду. Ферилл, ты можешь упрекнуть мой план, если он тебе не нравится, но это мой план. Теа доказал эффективность плана, поэтому мы собираемся использовать ту же стратегию, которая помогла победить сборную Италии. Алиа, Ферилл и Лауст должны бросить вызов последней битве в этом раунде. Это проблема? Сихан посмотрел вниз, зная, что с Теа они могли бы сиять в какой-то момент, но из-за текущей ситуации они снова стали жертвами. Эллин, напротив, без колебаний кивнула головой. Я понимаю, даже с учетом того, что Теа объяснил все свои планы, я не мог понять половину из них. Я буду следовать этому плану, пока Теа не вернется. Кроме того, если мы сможем закончить этот матч как можно скорее, мы можем навестить его. Эллин. Алиа нахмурила брови, прежде чем посмотреть вниз, зная, что это лучшее, что они могли сделать без Теа. Все в порядке. Меня больше беспокоит Теа, чем этот матч. Эллин покачала головой и взглянула на Сихана. Ты со мной? Да. В конце концов Сихан согласился с ней и спросил. Мы тоже собираемся ждать, пока время почти не стечет? Ага. Радвилл скивнул. Я не так много могу тебе дать, так что ты можешь сражаться на полную катушку, не выполняя никаких приказов. Группа посмотрела вниз, думая. Если бы Теа был здесь, он бы сказал несколько вещей, чтобы получить первое преимущество в следующей битве, прежде чем способ сбросить врага, чтобы мы могли победить нашего врага и блистать в этой битве. Соревнование. К сожалению, как бы они не желали, чтобы он был там, Теа не мог просто прийти в сознание и возглавить команду. С другой стороны, Нелли нравилась эта ситуация, поскольку она самодовольно улыбнулась, когда вернулась в комнату, несмотря на то, что она проиграла битву. Хе-хе, мы победили. Нелла гордо выпитила грудь. Ты, маленькая девочка, я собираюсь побить тебя. Ты всегда пыталась быть серьезной, но ты решила клюнуть наживку. Зара поднялась со стула, кипя от гнева. Нет нужды говорить об этом. Эта битва теперь поворачивается в нашу пользу. Если бы не я, Кузен не потерял бы сознание. Таким образом, в следующих двух битвах не будет никакой смелой стратегии. Нелла надулась. Это правда. Кларк согласно кивнул. Итак, каков твой план? Лука и Лора выиграют следующий матч. Я уверен, что Эллин и Сихан сражаются против нас. В конце концов, мы отчаянно пытаемся победить в этой ситуации, и трудно победить Кларка, Луку и Зару вместе. Следовательно, Лука будет там, чтобы заставить их думать, что у них есть это в сумке, прежде чем уничтожить их в следующем. Кларк травмирован, поэтому Скарлетт и Зара – те, кто может внести такие изменения. Кларк выиграет время для команды, позаботившись о Ферилла Усте. Зара и Скарлетт могут нацелиться на аллею с помощью вашего навыка «Промывка мозгов». Таким образом, наша команда должна быть в состоянии победить. Нелла улыбнулась. Что вы думаете? Я в порядке. Лаура взглянула на Луку и протянула руку. Ты пойдешь? Конечно. До финала будет еще два дня отдыха, так что после этого Кларк будет в порядке. С этой стратегией мы добьемся победы в соревновании этого года. Лука схватил ее за руку и поднялся со стула. Давай подготовимся. А, да, да мы вперед. Лаура улыбнулась и вышла с Лукой на улицу, направляясь в коридор прямо перед ареной, чтобы дождаться подходящего момента. У Кларка было серьезное выражение лица, и он закрыл глаза, словно пытаясь сфокусироваться. Зараскрестила руки на груди и вздохнула. Хорошо. На этот раз я отпущу тебя, так как ты справился с этим парнем. Вот мы и ждем выхода следующих участников. Однако, глядя на это состояние, я уверен, что обе команды появятся раньше установленного времени. Шейра на мгновение замолчала. В таком случае, давайте поговорим о текущей ситуации для обеих команд. Во-первых, команда Соединенного Королевства, возможно, проиграла третью битву, но они получили огромное преимущество над командой Терсланда. В конце концов, насколько я знаю, Теодор – тот, кто командует всей командой. Теперь, когда их лидер пал без сознания, интересно, как будет выступать Терсланд тем, покажет ли команда беспрецедентный уровень решимости, или они рухнут и потеряют это огромное преимущество, которое они получили? Произнеся этот вопрос, Шейра остановилась, потому что обе команды наконец отправили своих представителей на арену. Вот они. Эллин и Сихан собираются сражаться за Терсланд тем, а Лука и Лаура пытаются вернуть себе шанс на победу. Эллин и Сихан остановились перед Деева с серьезным выражением лица, глядя на своих противников. Лука поднял руки и небрежно сказал, «Пожалуйста, не смотри на нас сердито. Мы боимся, ты же знаешь». Лаура взглянула на Луку и подумала, то, что сказала Нелла, верно. Их лица немного напряжены, потому что Теодора с ними больше нет. Это может стать для нас самым большим шансом на победу. Лука вытащил свою рапиру, а Лука отступил назад и поднял посох. Эллин сделала то же самое, когда Сихан прикрыл ее спереди. «Мы заявим о своей победе». Эллин хмыкнула. Деева еще раз посмотрел на участников, прежде чем сказать. Матч начинается. Лука быстро бросился вперед и вонзил свою рапиру. Сихан подошел к нему и остановил его щитом, прежде чем дважды взмахнуть мечом в направлении Эллин. Удивительно, но меч выпустил два белых огня, которые изогнулись и закольцовались вокруг него, прежде чем попасть прямо в Луку. Обратный удар. Лука нахмурил брови. Когда он собирался заблокировать эти два удара, две гигантские стены возникли из-под земли, остановив два удара. В то же время под ногами Сихана появился еще один и подбросил его в небо. Рыцарский рывок. Лука снова взмахнул рапирой к небу. Голубой свет взлетел вверх, оставив за собой след синей линии. Сихан не использовал свой защитный навык. Вместо этого он слегка повернул щит в сторону, чтобы при попадании в щит свет скользил вниз по щиту и летел в другом направлении. Зная, что с Сиханом все будет в порядке, Эллин отошла на достаточное для себя расстояние и начала использовать свои навыки. Ледяной метеор. На них начал падать огромный ледяной валун. Даже если Лука не попал, Сихан выиграет достаточно времени, чтобы вернуться в исходное положение. Лука на мгновение задумался и взглянул на Лору. Я понимаю. Лора кивнула и положила руку на землю. Титан Спайк. Из земли вышел шип, проткнув ледяной валун, как вертел. Размер одного только шипа составлял треть валуна, а его сила каким-то образом выдерживала вес ледяного метеора. Тем не менее, Эллин, очевидно, больше не нужно было сдерживаться. Вот почему четыре звездочки появились на вершине ледяного валуна и полетели прямо к Луке. Хэм. Лука был ошеломлен этим умением, потому что знал, что Эллин не должна была использовать другое умение. Он отпрыгнул назад, чтобы избежать удара, но Сихан уже был на нем. Рассветный удар. Лука стиснул зубы и заблокировал удар своей рапирой, хотя Сихан одолел его, у которого были инерция, гравитация и инициатива, чтобы увеличить свою силу. Ха. Лука упал на задницу прежде, чем его спина коснулась земли. Все приступы внезапно исчезли. Когда Лука был прижат к земле, Эллин быстро последовала за атакой. Снежная буря. На Эллин образовалось облако, из которого посыпались маленькие кубики льда. Кому-то это может серьезно навредить, если бы он не был осторожен, но, к счастью, у Луки была подстраховка. Еще одна стена появилась из-под земли и заблокировала все входящие кубики для Луки. Однако над Сиханом появились три ледяных лотоса, готовящихся ко дну. Каха. Лука стиснул зубы, зная, что этого не избежать. Однако Лора решила поступить иначе. Когда Сихан собиралась уходить, она подняла землю, подняла двух парней и заставила их ударить палатусом. Из-за ускорения и гравитации Сихану было трудно отпрыгнуть. В конце концов, ему оставалось только откатиться в сторону и прикрыть тело щитом. Лука сделал то же самое со своей рапирой. Как только земля остановилась, Лука закричал. Лора. Это Эллин может владеть двумя навыками одновременно. Что? Двойное оружие? Лора уронила челюсть на землю и стряхнула с себя эту мысль, вновь сосредоточившись на матче. Я справлюсь с ней. Лора быстро направилась к Эллин. Она подняла руку, когда в воздух взлетело несколько шарообразных частиц грязи, прежде чем превратиться в ногти размером с ладонь. Ледяная волна. Ледяные кристаллы появились перед Эллин и заблокировали все гвозди. Наконец-то я понял это, Теа. Глядя на синергию между тобой и твоим клоном, я вспомнил, что есть еще один эффективный способ использовать мой двойной навык. Эллин улыбнулась, как будто ждала прихода Лоры. Она указала на нее пальцем и выпустила маленький шарик. Морозная нова. Лаура нахмурила, брови, поняв, что скорость Эллин слишком высока, чтобы она могла повторить. Прямо перед тем, как кольцо Льда Эллин ударило ее, земля начала трястись и снова появилась, заблокировав эту атаку в последнюю секунду. Но Лаура вскоре заметила падение температуры, когда подняла голову и обнаружила те же три лотоса, что и лука. Она хотела использовать свое мастерство, но больше не могла идти в ногу. Слишком поздно. В конце концов, она попыталась прикрыть руки камнями. Из-за того, что у нее было мало времени, руки голема были неполными, поскольку ей нужно было разрушить стену, которую она только что построила. Ха. Она ударялась о стену так сильно, как только могла, пока она не раскололась надвое, а верхняя часть не упала на нее. Тем не менее, без полной руки голема сила, переданная от столкновение, превратилась в боль. Гах. Бам. Лотосы ударились о сломанную стену и повалили ее на землю. Поскольку она была окружена ледяными кристаллами, некоторые из них треснули из-за грязной стены над ней, когда острый кончик каким-то образом задел ее левую руку и правое бедро. Ха. Лора поняла боевой стиль Леллин и посмотрела на нее, терпя боль. Как и в случае с вашей комбинацией, я могу просто использовать свои навыки по очереди. Другими словами, я могу использовать свое умение без остановки, что позволяет мне быстро использовать свое умение. Леллин не могла не улыбнуться, думая о Теа. Улыбка содержала ее волнение, когда ее переключатель включился, и она сказала Лоре, высвобождая свое убийственное намерение. Сейчас, сейчас, давай насладимся этим матчем, хорошо? Леллин. Леллин только что показала нам что-то невероятное. Позвольте мне объяснить, если вы еще не слышали об этом. Когда вы достигаете определенного уровня мастерства, вы можете владеть двумя навыками одновременно, комбинируя их, чтобы создать совершенно новый уровень мастерства. Это отличается от иллюзии Теодора, потому что это не сильно влияет, и контроль, необходимый для его использования, вероятно, не так уж велик. Это настоящее двойное владение. Однако я вижу, что контроль Леллин еще не достиг такого мастерства. Даже я могу только надеяться на это в будущем. Другими словами, у нее с самого начала есть талант использовать два навыка одновременно. В будущем она может стать страшным волшебником, который будет постоянно использовать свои навыки. Посмотрите на ее боевой стиль. Вместо того, чтобы использовать два навыка одновременно, Леллин решила использовать их в быстрой последовательности. Другими словами, ни один маг не может угнаться за ее атаками, особенно Лора. Это очень умный ход. Если бы Леллин использовала свои навыки одновременно, Лора могла бы отразить его с совершенным мастерством. Однако теперь, когда Леллин использует его в быстрой последовательности, у Лоры нет другого выбора, кроме как противостоять одному за другим. К сожалению для нее, Леллин использует другой навык, чтобы разрушить свою технику. Как я уже говорил ранее, Лора не может идти в ногу с ней, так что это будет тяжелая битва для Лоры. Что это за команда? Лидер обладатель скилверсия. Другой лидер один из лучших экспертов среди всех студентов в мире. Леллин также владеет парным оружием. Неудивительно, что Терсланд может достичь этой стадии. Толпа была поражена, выслушав объяснение Шейры. Хотя она не упомянула об этом, Лауст также получил свое благословение в этом соревновании, и Ферилл также была обладателем благословения. Лаура могла только стиснуть зубы, когда увидела, что приближается еще один навык. Из-за неуверенности она решила отступить после того, как вызвала огромную стену, закрывающую ее поле зрения. При этом Лука громко позвал ее. Лаура. Лора повернулась к нему и увидела выражение его лица. Она на секунду закрыла глаза и глубоко вздохнула. Избежав атаки Эллин, Лаура положила руку на землю. Сотворение голема. Выражение лица Эллин стало мрачным, когда она увидела, что камни начали соединяться вместе, достигая 30 футов в высоту. В то же время Лаура внезапно вошла в тело голема и контролировала его. Серьезно, Эллин цокнула языком. Управление таким массивным телом серьезно повредит ее запасу магической энергии и мозгу. Она не продержится долго, но мне интересно, смогу ли я остаться в живых под его натиском. Ладонь голема потянулась к Эллин, пытаясь шлепнуть ее, как комара. Скорость была низкой, но из-за своего гигантского тела он мог достичь Эллин быстрее, чем все могли видеть. Вот почему гигантское тело было сложнее, когда вы сражались с ним, они наблюдали, как кто-то сражается с ним издалека. В глазах Эллин голем двигался быстро. Несмотря на то, что она бежала изо всех сил, она едва избежала удара. Заморозка. Когда она уже собиралась высвободить свое умение, рука снова двинулась, охватив ее слева. Ха, Эллин убежала как можно дальше. Увидев это, Лаура быстро погналась за ней. Несмотря на то, что она двигалась медленно, Лори все это время удавалось догнать Эллин, пытаясь ударить ее. Ледяной метеор. Эллин вызвала ледяной метеор, так как он, возможно, был единственным, кто мог уничтожить голема, но тут же пожалела об этом решении. Как только ледяной метеор был завершен, Лаура схватила гигантский валун руками голема и бросила его Эллин. Эллин. Сихан оттолкнул Луку и побежал к Эллин. Очевидно, Лука не позволил ему, так как он мгновенно догнал его и вонзил свою рапиру. Сихан стиснул зубы и использовал свой щит, чтобы заблокировать его, прежде чем его снова занял Лука. С другой стороны, Эллин каталась по земле после того, как прыгнула в сторону как можно дальше, едва уворачиваясь от собственного ледяного метеора. К несчастью для нее, Эллин увидела, как нога голема чуть не наступила на нее. Ха. Эллин стиснула зубы, не желая проигрывать, хотя другого выхода у нее действительно не было. Она закрыла глаза, прежде чем голем топнул по земле, превратив арену в кратер. Деева, очевидно, появился рядом с Эллин и сдержал этот топот одной рукой. Эллин нет дома, объявил Деева вслух, чтобы Лора тоже могла его услышать. После этого голем начал трескаться и рассыпаться, открывая облик Лауры. Как и предсказывала Эллин, состояние Лауры было хуже, чем ее собственное. Из ее рта, носа и гла стекла кровь, когда Лора почти потеряла сознание. Она просто еще раз взглянула на Эллин и улыбнулась. Я рад. Мы еще можем победить. Она кашлянула кровью, прежде чем Деева поймал ее и отправил к воротам вместе с Эллин. Извините. Думать, что мне нужно было делать то же самое, что и Джунли. Вы были достаточно сильны, чтобы дать мне понять, что я не могу победить, не пожертвовав чем-то. Хайс, кажется, мне нужен месяц, чтобы восстановиться. Лаура извинилась, прислонившись к стене, ожидая прибытия медицинской бригады. Эллин глубоко вздохнула и беспомощно ответила. Мы оба отчаянно пытались победить. Думаю, второе место из-за травмы лучше, чем третье или четвертое. Ахаха. Лора усмехнулась, прежде чем Эллин подняла ее и внесла внутрь, чтобы убедиться, что они не на арене, демонстрируя хорошее спортивное мастерство. Даже Лаура была удивлена и не могла не улыбнуться. Тем временем Сихан и Лука смотрели друг на друга, не двигаясь. Прошу прощения. Нам нужно победить. Лука поднял меч. Расскажи эту строчку после того, как победишь меня. Сихан поднял щит и меч, прежде чем их начал окутывать золотой свет. Хэм. Лука расширил глаза, потому что думал, что только один из них должен быть покрыт этой магической силой. Парное оружие? Нет. Это. Лука вздохнул, прежде чем Сихан послал волну меча в форме креста полумесяца от объединенного усилия своего меча и щита. Большой крест, большой крест. Хо. Лука нахмурил брови, понимая, что никакой дряни в этой команде не замешано. У Сихана, по крайней мере, было что-то примечательное, вроде Лоры и Скорлетт. Увидев приближающуюся атаку, Лука поднял меч перед своим телом точно посередине. Внезапно на его мече произошел всплеск магической силы, прежде чем он был окутан нежным голубым светом. Его мощность замечательна, а стиль уникален. Однако он совсем не элегантный. Лука ударил рапирой, выпустив острую энергию, которая была тоньше, чем его собственный клинок. Синий свет продолжался и ударил прямо в середину креста, когда столкнулись две атаки. Удивительно, но атака Сихана начала отклоняться назад, как будто синему свету удалось одолеть ее и вот-вот пробить. Сихан расширил глаза и быстро поставил щит перед собой, когда синий свет точно прервал его атаку посередине и продолжил. В тот момент, когда энергия ударила по его щиту, Сихан почувствовал, будто гора пытается оттолкнуть его. Это не было похоже на пулю, потому что сила, которую она несла, была гораздо большей. В сочетании с тем фактом, что он попал в верхнюю часть его щита, Сихан не мог не пригнуться, находясь под давлением силы инерции, исходящей от атаки. Сихан сузил глаза и взглянул на Луку, пытаясь придумать способ победить его. Прежде чем Сихан что-то сделал, в воздухе появились четыре зеркала размером с человека. Рамка была золотой, но зеркало не было таким четким. Золотое зеркало. Сихан ничего не знал об этой силе, потому что Лука не использовал эту силу, когда сражался с командой Китая. Вот почему в тот момент, когда Лука прыгнул вперед, Сихан быстро преодолел еще одно расстояние, но обнаружил, что его окружают золотые зеркала. Рассветный удар. Он попытался ударить по зеркалу, но последнее отлетело в сторону, избегая его. Другими словами, Лука прекрасно контролировал свои зеркала, что делало его еще более опасным. Конец. Неожиданно зеркала на мгновение остановились, когда Лука появился из-за одного из них, вонзив свою рапиру, выпустив ту же атаку, что и та, что уничтожила его большой крест. Зная, что получить его своим щитом было бы плохо, Сихан уклонился в сторону. Однако это оказалось для него плохим выбором, потому что в тот момент, когда зеркало позади него получило атаку, оно отразило атаку под углом, который идеально соответствовал движению Сихана. Сихан расширил глаза и обернулся, приняв удар своим щитом, прежде чем отразить его в небе. Сихан пробормотал про себя. Два навыка. Нет, он вышел из-под контроля, когда зеркала перестали двигаться. Пока я уничтожаю зеркала, я могу сбежать из этой тюрьмы. Он встал и ударил по зеркалу за спиной, но обнаружил, что его меч отброшен неизвестной силой. Хэм, это зеркало невозможно разбить. В тот момент, когда вы войдете в это место, вы проиграете. Лука усмехнулся и появился позади него. Сихан цокнул языком и взмахнул мечом к ногам Луки. Однако последний заблокировал меч своей рапирой и ударил Сихана ногой по голове, вернув его обратно на середину места казни. Вспышка. Рука Луки вдруг засветилась ярче, как фонарик, прежде чем он направил ее на зеркало. Затем свет отразился во всех направлениях и ослепил Сихана. Ха. Сихан закрыл глаза и полагался на свое осознание, но его сила была подобна Ченгсу. Их выносливость была самой сильной, но они совершенно не могли так хорошо использовать свой контроль или осведомленность. Несмотря на то, что Сихану удалось почувствовать Луку, его реакция была слишком медленной. Позади меня. Сихан нахмурил брови и поднял щит, прикрывая тело от удара сверху. Лучше не слишком полагаться на свои глаза. Голос Луки эхом отдался в его ушах, прежде чем его щит взлетел в небо. Так как он пытался защититься от атаки сверху, Сихан немного толкнул щит, чтобы не одолеть его. К сожалению, это стало самым большим оружием Луки, чтобы положить конец этой битве. Вдобавок к этой толкающей силе, он пнул щит вверх, отправив его в полет с половиной усилия. После этого Сихан использовал этот удар, чтобы определить положение Луки, и ударил его, но обнаружил, что Лука наклонился к земле и снова поднялся, направляя свою рапиру на шею Сихана. Великобритания побеждает. Лука улыбнулся и убрал зеркала, когда свет постепенно исчез. Сихан открыл глаза и увидел, что Лука с закрытыми глазами прячет свой меч в ножны. Использование щита, как меча. Ты также использовал его, чтобы приманить и одновременно оттолкнуть меня, заставляя меня чувствовать себя немного странно. Однако, в конце концов, ты слишком сильно полагался на первое. Я запечатаю твои глаза, ты не сможешь победить меня. Лука улыбнулся. Ты сильный, но я все еще сильнее. Если я не смогу победить тебя, мне будет слишком стыдно встретиться с сэром Ланселотом, понимаешь? После этих слов Лука открыл глаза и кивнул Диева, словно благодаря его, прежде чем покинуть арену. Сихан потерял дар речи, сжав кулаки, зная, что только что проиграл. Несмотря на то, что он использовал все, что было в его распоряжении, он не мог устоять против Луки. Тем не менее, тот, кто решил исход матча, была Лаура. Если бы она не пожертвовала собой, чтобы победить Эллин, их команда одержала бы победу, потому что Эллин могла защитить его в этой ситуации. Сихан посмотрел вниз. Его лицо было полно разочарования. Он пошел назад, оплакивая собственную слабость, прежде чем голос Эллин раздался в его ушах. Хорошая работа там. Мы были близко. Эллин улыбнулась, не говоря уже о том, по чьей вине они проиграли. Вместо этого она быстро оценила все усилия, которые они приложили в этом матче. Эллин была как старшая сестра не только для Тиа, но и для всех. Мы все еще можем стать сильнее и должны использовать этот опыт для роста. Затем Эллин посмотрела на приближающиеся Триа. Однако давайте пока вернемся в комнату. Мы можем доверить этот матч только им. Лауст, Ферил и Алиа подошли к ним с серьезными лицами. Оставьте это нам тем временем. Кларк и остальные все еще готовились, когда Нелла сказала. Ты сейчас наша единственная надежда. Иди, повеселись и вернись сюда с улыбкой на лице. Я до сих пор не простил тебе третий бой. Зарахмыкнула. Тогда как насчет того, чтобы сразиться с моим кузеном и отправить его в больницу? Нелла высунула язык и вернулась в приемную, не собираясь терять время. Кларк усмехнулся и повернулся к Заре. Кстати, я хочу тебе кое-что сказать. Хэм, Зара нахмурила брови. Я не буду связываться с влюбленными птицами. Вы можете флиртовать, сколько хотите. Скорлетт пожала плечами и первой подошла к Арине. Когда она прибыла, она столкнулась с Ферилом, Лаустом и Алией и помахала рукой. Да, я надеюсь, что у нас будет честная битва. Это то, что вы должны сказать после прибытия ваших товарищей по команде. Ферилл беспомощно покачал головой. Да ладно, не будь таким недружелюбным. Наш друг тоже в больнице. Скорлетт улыбнулась, косвенно упомянув о состоянии Тиа. Хо, Алия сузила глаза. Ой, я не должен говорить это его девушке. Хотя Нелла упоминала тебя, как я не должен был упоминать это. Скорлетт улыбнулась и сделала шаг назад. Я не его девушка. И как она меня назвала? Выражение лица Алии стало холодным, когда ее боевое намерение возросло. Я ничего не знаю. Скорлетт усмехнулась и оглянулась, обнаружив, что двое выходят. У Зары и Кларка были серьезные выражения на лицах. Они смотрели на Алию так, словно хотели ее уничтожить. Извините, что слишком долго. Зара улыбнулась. Нам нужно много времени, чтобы отослать нашего друга. Понимаете? Брови Алии дернулись, когда они продолжали косвенно упоминать Тиа. Вы можете решить это в бою, сказал Диева, поднимая руку. Матч начинается. Лауст, Ферилл, Алия и Скорлетт быстро обнажили свои мечи. Однако еще до того, как они съехались, Кларк уже появился перед ними. Поскольку ему не нужно было доставать оружие, он мог двигаться быстрее, чем кто-либо другой. И он воспользовался этим шансом, чтобы схватить головы Ферилла и Лауста и отбросить их обоих в сторону. Лауст, Фи. Алия расширила глаза, не ожидая, что Кларк опередит всех. Она даже не начала читать выражение его лица. Когда он собирался двинуться, чтобы перехватить его, два меча атаковали ее с двух сторон. Алия быстро сделала шаг назад и остановила два меча своим собственным, глядя им в лица и понимая их истинные намерения. Они действительно хотели остановить ее здесь. Зачаровать клинок. Алия использовала свой навык зачарования и усилила силу своего оружия. После этого она топнула по земле, когда волна силы, исходящая из ее нижней половины, передалась ей в руку. Затем она оттолкнула их обоих и выпустила еще одну атаку. Пылающий гемич. Увидев приближающееся пламя, Зара подняла руку, когда перед атакой появился маленький черный шар. Разрушение хаоса. Когда пылающий гемич Алия ударил по черному шару, он мгновенно рассеялся. В то же время Скорлетт отошла в сторону и ударила мечом по земле. Направляющий меч. Синяя линия расходится от меча, направляясь к Алие. Алия посмотрела вниз и взмахнула мечом прямо перед тем, как синяя линия достигла ее. Внезапно синие линии появились из-под земли, превратившись в лезвие, которое чуть не порезало ее. Однако Алия уже поняла эту атаку и уничтожила ее, когда она была только наполовину меньше своего первоначального размера. Когда она собиралась атаковать Скорлетт, Зара заняла свое место. Хэм, она использовала мое движение раньше и встала между мной и Кларком. Как и ожидалось, из-за травмы Кларк пытается выиграть время, чтобы они победили меня. Алия нахмурила брови, выражение ее лица стало мрачным. Вам двоим меня не победить. Дюймовый слышь. Алия отправила Зари инч слажь. Зара поняла, что имел в виду этот дюймовый слышь. Алия пыталась проверить их намерения. Если бы они избежали этой атаки, Кларк был бы поражен из его слепой зоны, поэтому у них не было другого выбора, кроме как защищать его спину, побеждая ее. Тем не менее, они очевидно осмелились продолжить эту стратегию, потому что у них было достаточно уверенности, чтобы победить Алия с этим гандикапом. Глаза Зары покраснели, когда она уничтожила дюймовый разрез одним ударом, как будто это не имело большого значения. В то же время Скорлетт появилась сбоку и ударила Алию по мечу. Удивительно, но она даже оттолкнула ее на несколько футов назад. Хэм. Алия еще раз взглянула на Скорлетт и поняла, что ее глаза налились кровью. Она вспомнила их битву против команды Китая. Навык промывания мозгов. Ха. Скорлетт и Зара одновременно подняли мечи, глядя на Алию. Мы собираемся победить. Это факт, а не просто уверенность. Красное пламя начало охватывать меч Алия огнем, когда-то улыбнулась. Тогда я докажу, что ты не прав. Пока три женщины ссорились, между тремя мужчинами также произошло сильное столкновение. Ликон коготь. Ферилл трансформировался в свою форму Ликонтропа и выпустил четыре огня в форме полумесяца. Кларк махнул правой рукой. Земля начала покрываться слоем льда. Он распространился на атаку Ферилл и заморозил их. В то же время Кларк поднял руку в сторону, когда Лауступал и ударил его сверху. Удар бешеного быка. Кларк стиснул зубы, когда земля под ним треснула. Вот и все. Кларк самодовольно улыбнулся, как будто этой атаки было недостаточно для разминки, несмотря на то, что он столкнулся с самым сильным умением Лауста. Спровоцированный этой дешевой насмешкой, Лауст использовал каждую унцию своей силы и толкнул его на землю, пока не образовалась воронка. Однако гравитационная задержка, когда они упали на несколько дюймов, дала Кларку то, что ему было нужно, чтобы решить эту атаку. Да, эта дешевая провокация заключалась в том, чтобы получить прекрасную возможность схватить клинок Лауста. Что? Лауст недоверчиво уставился на него, понимая, что пока лезвие не соединится, не хватит силы, чтобы прижать его. Даже когда к ним подошла Ферил, Лауст ничего не мог сделать, чтобы помешать Кларку схватить свой меч. Тем не менее, когда он собирался схватить лезвие, Кларк немного протянул руку и вместо этого схватил его за запястье. Эта девушка, аномалия, такая же, как и ваш Теодор. Однако я также горжусь тем, что являюсь бывшим капитаном этой команды. Кларк поднял брови, демонстрируя волнение и гордость, отраженные в его глазах. Он бросил Лаусток Ферилу, когда они столкнулись и упали на землю. Кларк сделал большую, взволнованную улыбку, когда он поднял руку, махнув ею несколько раз, как будто бросая им вызов. Пойдемте, я покажу вам силу бывшего лидера команды Соединенного Королевства, пойдемте. Я покажу вам силу бывшего лидера группы Соединенного Королевства. Лауст и Ферилу обменялись взглядами, как будто поняли, что этот человек силен. Заметив их битву, Алия обернулась и закричала. Изменение плана. Вы оба победите его. Со мной все будет в порядке. Услышав ее ответ, Ферилу и Лауст кивнули и отпрыгнули в сторону, продолжая бить этого человека. У Алии, с другой стороны, была своя проблема. Щелкающие звуки продолжали эхом разноситься по арене, пока Алия парировала атаки Скорлетт и Зары. Однако Алия с трудом отражала их атаки, особенно из-за экстраординарного владения мечом Зары. Как и следовало ожидать от обладательницы благословения Моргана Лев и Зара знала, куда нанести удар, используя маленькое открытие, показанное Алией. Это полностью нарушило ритм Алии, из-за чего она не смогла сдержать Скорлетт после того, как Зара ударила ее. Чтобы вернуть ей импульс, зеленый свет начала освещать ее ноги. Второй труд – быстрая лань. Заметив свечение, Зара и Скорлетт быстро перегруппировались и удержали свою позицию, не дав Алия прийти на помощь Лаусту и Ферилу. Че Алия цокнула языком, взмахнула мечом вверх и не забыла создать маленькую искру на земле. Третий подвиг – пожирающая гидра. Вылезли девять голов гидра и полетели во все стороны. Пятеро из них пытались остановить Зару и Скорлетт, но остальные четверо полетели к Кларку. Не желая, чтобы кто-то беспокоил Кларка, Зара и Скорлетт подготовили собственное решение, чтобы остановить эту атаку. Зара подняла руку, когда на земле появилась маленькая черная дыра. Пять гигантских щупалец вышли из дыры и поймали все пять приближающихся голов, как будто внутри дыры был гигантский осьминог. После этого и Зара и Скорлетт разошлись в разные стороны, одновременно размахивая мечами. Рыцарский Слэш. Волшебный меч. Оба они последовательно ударили по головам, в конечном итоге уничтожив все головы. Раздражающий. Алия стиснула зубы, желая помощь Ферилу и Лаусту победить. В конце концов, пока Кларк будет лежать, эти двое смогут ей помочь. Она глубоко вдохнула и с ревом выпустила его. Первый подвиг – Великий Львиный Рык. Разрушение хаоса. Зара использовала ту же атаку, которая уничтожила пылающий геммич Алии. Хотя пронзительный звук сотряс Арену. Звуковая волна не прошла ее защиту. Скорлетт обошла и ударила ее. Чарующий удар. Геркулесов удар. Алия ответила на это своим мощным ударом. Столкновение закончилось в одно мгновение, когда Алия оттолкнула ее. Коготь Феникса. Огненный Феникс появился из ее руки и полетел прямо к Скорлетт, пытаясь сжечь ее заживо. К несчастью для нее, из ниоткуда появилась гильотина. Исполнение. Очевидно, его вызвала Зара. В тот момент, когда Феникс собирался пройти мимо, лезвие упало и разрубило голову Феникса. Грандиозный взрыв. Алия использовала другой навык, чтобы нанести любой урон Скорлетт, которая еще не упала на землю. Несмотря на то, что она не достигла земли, у Скорлетт было достаточно времени, чтобы зафиксировать позу в воздухе. Она взмахнула мечом. Волшебный меч. Движение создало поток в воздухе, прежде чем превратиться в мощный шторм, который сметал взрывы. Темная алхимия. Зара использовала этот шанс, чтобы вызвать еще одну черную дыру рядом с Алией, используя в общей сложности 10 щупалец, чтобы задушить ее до смерти. Дюймовый слышь. Алия не колебалась и взмахнула мечом горизонтально. Ее дюймовый удар полетел прямо к щупальцам и разрезал их, как дерево. Все они упали, и Алия, наконец, увидела шанс избежать этой ситуации. Всплеск взрыва. Разрушение хаоса. Они оба создали небольшой шар рядом друг с другом, когда их энергии столкнулись. Очевидно, взрывной взрыв Алии взорвался, создав огромное количество дыма и подняв пыль. Второй труд. Быстрая лань. Она использовала свою быструю скорость, чтобы прорваться через огонь. Зара нахмурила брови, но дым внезапно изменил форму, когда Алия появилась из дыма с частично обгоревшей одеждой. Нехорошо. Зара никогда не думала, что Алия окажется такой смелой, и не успела среагировать. Однако, когда все пошло по ее плану, Алия подняла меч, обнаружив, что Скорлетт наносит ей удар сверху. Ха. У Скорлетт оказалось достаточно времени, чтобы последовать за ней. Алия глубоко вздохнула и сдула ее. Скорлетт каталась по земле и пыталась встать, но Алия тоже не могла пошевелиться, потому что Зара заперла меч, остановив ее движение. Спасибо, Скорлетт. Зара улыбнулась. Алия начала раздражаться. Между тем, как и Алия, Кларк тоже был подавлен этими двумя. Это твоя сила. Ха-ха-ха. Ферил дразнил Кларка, чтобы тот сбил его ритм, но последний все это время сохранял спокойствие. Тем не менее, он знал, что состояние Кларка ухудшается, поэтому, если они продолжат этот бой еще несколько минут, Кларк в конце концов упадет. Лауст, просто бейте этого парня, как хотите. Не дайте ему возможности дышать. Лауст промолчал, но он, безусловно, доказал это своим действием. Как только он это услышал, он развернулся, приближаясь к Кларку из его слепой зоны. Удар бешеного быка. Кларк знал, что Лауст планировал внезапную атаку, поэтому он быстро развернулся и схватил свой меч, но Лауст использовал всю свою силу в этом ударе. Он подбросил Кларка в воздух, как бейсболиста, сказав «Твоя очередь». Ферил кивнул и запрыгнул на Кларка, вонзив его мечи в его тело. Словно ожидая этой атаки, Кларк поднял обе руки и заблокировал атаку. Это должно было закончиться, но Ферил выпустила еще одну атаку, прежде чем они начали падать. Увольнять. Кларк расширил глаза и увидел, что молния вылетела из его руки и переместилась на мечи, прежде чем убить его электрическим током. Гах. Кларк почувствовал, что его тело разорвало на части этой молнией и собирался сдаться. Однако его стремление к победе позволяло ему выдерживать такого рода атаки. Он даже сказал «Опять молния, я ее ненавижу». Ферил обернулся и увидел, как колено Кларка ударило его по голове, сбив его с ног. Бам. Ферил попытался встать как можно скорее, в то время как Лауст хотел напасть на него. Наоборот, Кларк выпустил синий шар, который при ударе о землю превратился в гигантский ледяной шип с чистой областью точно посередине. Ледяная изоляция. Как только он благополучно приземлился, он отпрыгнул назад, пытаясь восстановить дыхание. Зара. Кларк закричал, тяжело дыша, изо всех сил пытаясь бороться с этими двумя. Зара быстро обернулась и увидела состояние Кларка. Она понимала, что Кларк больше не продержится. Однако вскоре он закусил губу и уставился на нее, как будто умоляя ее об одолжении. Увидев жест Кларка, она вспомнила, что он сказал ей ранее. Зара, я хочу, чтобы ты снова использовала этот навык на мне. Что? Зара широко открыла рот и с серьезным выражением лица отвергла его. Нет, я не собираюсь этого делать. Пожалуйста. Это моя просьба. Не буду. В твоем нынешнем состоянии ты проведешь в больнице как минимум несколько месяцев. Кларк тоже понял это последствия, и по его лицу было видно, что он принял это. Он вздохнул. Это все же лучше, чем занять третье или четвертое место. Это битва, которую я не могу позволить себе проиграть. Почему? Ваше будущее не важно для вас. Это важно, но сейчас для меня важнее настоящее. Кларк беспомощно покачал головой. Вы знаете, я сирота и все это время живу в приюте. Получив свое благословение, я наконец могу начать отдавать долги, которые не могу смыть за всю свою жизнь. Все, чего я хочу, это дать детям счастливую жизнь, которой они заслуживают. А серебряный приз дает мне нечто большее, чем бронзу или ничего. Кларк издал долгий вздох. Тем не менее, я никогда не думал, что кто-то настолько сильный будет нашим противником. Как и ожидалось от кузена Ниллы. Кларк глубоко вздохнул и посмотрел ей в глаза. Зара, пожалуйста. Если я не вижу никаких шансов на победу, пожалуйста, используй этот навык на мне снова. Это единственный способ победить. Ты. Она стиснула зубы и сжала кулаки. Очевидно, она понимала, как тяжело было бросить им вызов, особенно когда Алия сражалась на арене. Как и Кларк, Алия может победить и ее, и Скорлетт. Следовательно, им сначала нужно было устранить препятствия, которыми были Лауст и Ферилл. И план Кларка состоял в том, чтобы использовать этот навык, чтобы уничтожить их. Кларк только улыбнулся и похлопал ее по плечу. Это все, что я хочу сказать. Я оставляю это вам, дурак. Вспомнив сцену, Зара хоть и неохотно, но все же применила навык. Берсерк. Глаза Кларка налились кровью, когда они излучали все его убийственные намерения. Ферилл и Лауст напали на него, не осознавая, что он изменился. Молниеносная вспышка. Лунный слышь. Они оба послали свои атаки, но Кларк внезапно шагнул в сторону с такой скоростью, которую они никогда раньше не видели. Пять минут. Мое тело выдерживает всего пять минут. В таком случае я больше не буду сдерживаться. Кларк схватил оба их лезвия, чтобы остановить их атаки, покрывая их своим льдом. Однако в другой руке у Ферилла был еще один клинок. Он вонзил в него этот меч. Кларк откинулся назад, чтобы избежать удара, но меч все же смог поцарапать его живот. Из этой раны начала течь кровь, окрашивая его одежду в красный цвет. Не желая уступать Фериллу, Кларк ударил его ногой в бок и отбросил его. Гах. Ферилл кашлянул кровью, словно преувеличивал. Ферилла сдула на землю, а Лауст изо всех сил пытался вытащить свой меч. Когда его вот-вот должны были ударить, Лауст сменил атаку. Удар бешеного быка. Кларк нахмурил брови, когда он остановил свое движение и попытался отразить экстраординарный удар Лауста. Бам. Под их ногами появился небольшой кратер, когда Кларк улыбнулся и заморозил всю землю, включая ноги Лауста, чтобы он не мог двигаться. Запечатав его движение, Кларк нанес еще один удар. Кулак был покрыт слоем льда, так что Лауст знал, что он заморозит его, если упадет. К счастью, Ферилл вернулся и ударил его кулаком сбоку, остановив его. Ты не собираешься бить Лауста. Твоей силы уже недостаточно. Да, но нам достаточно. Ферилл улыбался, топая по земле, раскалывая слой льда, который поймал Лауста. Лауст воспользовался этим шансом, чтобы пнуть Кларка в нижнюю часть живота. Кларк отступил назад, словно почувствовав боль, но не забыл схватить меч Ферилла. Я снова поймал вас обоих. Прежде чем кто-либо сделал ход, Кларк притянул Лауста к себе и ударил коленями по тому же месту, где он пнул его. Гах. Лауст расширил глаза, почувствовав, как его органы трясутся. Молния вырвалась из его тела и покрыла все тело Ферилла. Молния. Я уже сопротивляюсь этому. Кларк стиснул зубы и вынес эту силу. Увидев, что это неэффективно, Ферилл попытался внести некоторые изменения, но Кларк отбросил его к стене. Лауст к тому времени выздоровел, но Кларк тоже хотел закончить его в этот момент. Лауст и Кларк ударили друг друга по щеке. Ха. Оба они быстро оправились от этого и отправили еще одну атаку, но Лауст решил провернуть еще одну хитрость. Звуковая скорость. Поскольку его меч все еще был в руках Кларка, он решил использовать свою скорость, чтобы обогнуть его, вывернув запястье. Даже Кларк почувствовал его намерение и быстро отпустил меч. Когда Лауст попытался остановить импульс, Кларк прыгнул к Фериллу, которая только что пришла в себя. Удар молнии. Ферилл покрыл свое оружие молнией и ударил правым мечом в приближающийся правый кулак Кларка. В то же время он вспомнил учение Родвеллса. Моя цель – убить. Меч Ферилла внезапно изменил направление, скользнув рядом с рукой Кларка и направившись прямо ему в грудь. Кларк вздохнул и поспешно завершил свой удар, отбросив Ферилл. Ферилл несколько раз катался по земле. Как только он остановился, он попытался встать. Но состояние Кларка тоже было не очень хорошим. У него был довольно глубокий порез на груди, что еще больше сократило его время. Он приготовился принять мой удар и использовать его, чтобы убить меня. Если бы не его рост, я бы умер. Кларк взглотнул, понимая, почему Ферилл была убийцей. Даже если ему нужно будет пожертвовать несколькими костями или рукой, Ферилл наверняка справится со своей целью. Ферилл поднялся с земли, когда Лауст появился перед ним, прикрывая его от Кларка. Ферилл высвободил все свое убийственное намерение, которое не уступало намерению Кларка. Он был самым близким к Лаусту человеком в этой группе, поэтому Лауст глубоко вздохнул и проглотил свою гордость. Ты босс. Я буду соответствовать твоим движениям. Ферилл не мог не улыбнуться, когда заявил. Я не боюсь тебя. Сможешь ли ты победить меня или я могу убить тебя первым? Посмотрим, что произойдет в этом матче. Ферилл ринулся вперед с обоими мечами в руках. Даже Кларку нужно было остерегаться без рассудства Ферилл приходить. Ферилл улыбнулась и подошла к нему, ослабив бдительность, словно приглашая Кларка напасть на него. После того, что показал ранее Ферилл, он явно не осмелился и решил уйти в сторону, избежав его один раз. В этот момент появился Лауст и ударил Кларка сбоку. Удар бешеного быка. Не слишком ли ты полагаешься на это? Кларк сузил глаза и остановил меч своей роботизированной рукой. Лауст не ответил ему, но глубоко внутри он знал, что этот навык был самым эффективным против Кларка. Он использовал этот навык, чтобы оттолкнуть Кларка обратно в зону атаки Ферилла. Ферилл поспешно воспользовалась этим шансом, чтобы вонзить оба меча в Кларка и пройти его, чтобы нанести еще один сзади. Атака действительно поразила Кларка, так как на его талии была рана, которая постоянно кровоточила. Но Ферилл внезапно упал на колени, прежде чем на его груди расцвел ледяной шип. Гах. Кларк знал, что Ферилл наверняка променяет свою безопасность, чтобы победить его. Поэтому он решил играть по своему правилу и дал Фериллу шанс ранить его, вернув его более сильным. Ферилл никогда не ожидал получить травму от Кларка и попытался встать на ноги, уничтожив ледяной кристалл своей молнией. Ферилл снова бросилась на него, но Кларк выбрал еще один грязный ход. Он схватил Лауста обеими руками и развернул его тело, используя его как мясной щит. Даже Ферилл на секунду остановился. Увидев, что Ферилл потерял скорость, Кларк швырнул Лауста к стене и последовал за ним. Бам. Прежде чем Лауст смог выйти из стены, Кларк уже прижал его к стене. Кларк ударил кулаком, думая, возможно, это мой последний шанс. Мое сознание начало затуманиваться из-за чрезмерной кровопотерей предыдущей травмы. Гах. Лауст сплюнул кровь после того, как Кларк ударил его кулаком прямо в грудь. Левой рукой прижав Лауста к стене, Кларк быстро нанес еще один удар, чтобы сбить его с ног. Однако это было, когда Диева остановил второй удар, позволив Кларку ударить по его барьеру, сигнализируя об окончании Лауста. Если бы он действительно позволил этому случиться, Лауст мог бы получить несколько сломанных костей, которые не могли бы быть исправлены в течение нескольких дней. Ласт вышел. Услышав это объявление, Кларк почувствовал небольшое облегчение, прежде чем инстинктивно вышел вперед. Ферилл появился позади него и ударил его своим клинком. Если бы не его один шаг, эта атака была бы фатальной. Даже Диева уже поднял руку, готовясь вызвать еще один барьер, чтобы закончить матч. Однако Кларк просто проигнорировал эту боль и развернулся, ударив своей роботизированной рукой прямо в лицо Ферилл. Ферилл использовал обе руки, чтобы остановить его, но сила Кларка пересилила его. Нет, это Ферилл ослабел из-за потери крови. Кларк схватил его за голову и ударил ею о стену. А черт! Ферилл использовал всю свою магическую силу, чтобы укрепить себя изнутри. К несчастью для него, Кларк не проявил милосердия. Он ударил его пару раз об стену, пока Диева не остановил его. Ферилл отсутствует. Услышав этот голос, Кларк наконец остановился и обернулся, как будто хотел помочь двоим другим. Но с многочисленными ранами на теле и кровью, непрерывно текущей из раны, Кларк внезапно потерял сознание и рухнул на землю. На самом деле, он двигался только благодаря своей силе воли целую минуту. Проверив свое состояние, Диева быстро вызвал бригаду медиков и отвел троицу в сторону. Алия, с другой стороны, столкнулась с еще одной трудностью, узнав, что ее друзья уже ушли. На самом деле, ей нужно было аплодировать Кларку за победу над ними обоими в таком состоянии. Ваши товарищи по команде и Кларк ушли. Таким образом, вы не сможете снова использовать Кларка. Зара улыбнулась. Сначала вы должны проверить свое состояние. Алия покачала головой, поскольку ей удалось постепенно подавить их после понимания их фехтования с помощью ее глаз. Глядя на их выражение лица, чтобы прочитать их движение, действительно оказалось полезным. Алия чувствовала, что если бы оставалось еще 5-10 минут, она могла бы победить их. К сожалению, не было если. Зара, нам все еще трудно ее победить. Скорлетт беспомощно покачала головой. Я думаю, что лучше оставить все Нилли на финал. Ты не думаешь, это то, что Лора и я должны сделать для этой команды. Мы больше не можем бороться за победу из-за травмы Кларка. Скорлетт, понимающая, улыбнулась. Не останавливай меня, хорошо? Дюймовый слышь. Алия поспешно нанесла еще один удар, потому что чувствовала, что Скорлетт хочет начать что-то нелепое. Разрушение хаоса. Зара быстро защитила Скорлетт, как бы говоря ей, что больше не будет ее останавливать. Скорлетт серьезно кивнула, прежде чем сменить руку. С мечом в правой руке она слегка порезала левую ладонь, так как меч был залит кровью. Затем она снова взялась за меч левой рукой, прежде чем кровь начала излучать темно-красную энергию. Кровавая жертва. Хэм. Алия расширила глаза, когда почувствовала зловещее ощущение от этого меча. Скорлетт подняла меч, и Зара отскочила в сторону, как будто хотела избежать чего-то. В тот момент, когда Скорлетт взмахнула мечом, огромная волна темно-красной энергии пробежала по земле, направляясь прямо к Алие. Одна только высота достигала 20 футов. Плавящий меч. Несмотря на это, Алия все же ударила по нему со всей своей силой, хотя ее отбросила как минимум на 30 футов от исходного положения, прежде чем она смогла разрубить его. Она поняла, что Скорлетт, похоже, делала то же самое, что и Лора, когда побеждала Эллин. Когда энергия растворилась в воздухе, обнаружился огромный след меча. Скорлетт глубоко вздохнула и посмотрела на Алию. Может, у меня и нет благословения, но не стоит недооценивать силу отчаявшихся людей. Алия стиснула зубы, понимая, что попала в очень невыгодное положение. Тем не менее, она оставалась сильной и подняла свой меч с серьезным выражением лица. Несмотря ни на что, я выведу эту команду в финал. Я Алия Илрик, руководитель группы. Это еще не конец. Она подумала и побежала вперед. Хэм, Тиапа степенно открыл глаза и уставился в белый потолок. Правильно, я потерял сознание после того боя. Тиапа пытался пошевелить руками и телом. Кажется, с моим телом все в порядке. Затем Тиапа смотрел налево и направо, пытаясь найти кого-то, кто ждал его. Однако он испытал потрясение всей своей жизни, потому что то, что он увидел, не было типичной больничной палатой, в которой были только стул, кровать и маленький стол на углу. Комната была заполнена ящиком, шкафом, несколькими дверями и всеми его копиями. А, разве это не моя комната? Я так долго спала. Когда он уже собирался подняться с кровати, кто-то открыл дверь. Когда Алия вошла в комнату и отвисла челюсть, вы проснулись. Алия внезапно опустилась на колени перед его кроватью и, плача, схватила его за руку. Я рад. Я рад. Эм, что? Теа в замешательстве склонил голову. Прежде всего, вы можете сказать мне, что происходит. Да-да. Алия осторожно кивнула. Казалось, доктор был сбит с толку его состоянием. Несмотря на то, что его тело восстановилось, он не проснулся даже через несколько дней. Нелла сошла с ума и вернулась в свою страну, прося помощи, чтобы разбудить его. Они также проиграли соревнования без такого командира, как он. Наполненная чувством вины, Алия, казалось, заботилась о нем, надеясь, что когда-нибудь он проснется. Я понимаю. Теа закрыл глаза с выражением раскаяния. Правильно. Раз ты проснулся, значит, ты голоден. Позволь мне приготовить тебе что-нибудь. Алия улыбнулась. Когда она уже собиралась уходить, Теа продолжил. Итак, когда ты собираешься раскрыться? Э. Алия остановилась и обернулась, глядя на него с ошеломленным выражением лица. Да ладно, у меня нет времени на это дерьмо. Теа издал долгий вздох. Во-первых, если бы ты была Алией, она бы устроила мне лучшую больницу. После этого есть несколько неправд, которые я уловил из объяснений. Да ладно, я просто хочу вернуться. Че что ты имеешь в виду? Верно. Поскольку ты только что проснулась, ты, должно быть, все еще чувствуешь себя странно. Я позволю тебе сначала поесть. Алия очень волновалась. Сколько еще ты хочешь притворяться? Теа потер переносицу. Должен ли я называть тебя дорогой бог, бог озорства или как-то еще? Теа. Тело Алии тряслось. Она осторожно подошла к нему. Я знаю, что вы здесь по какой-то причине. Это место похоже на то же самое место, куда я ходил каждый раз, когда получаю что-то от ваших детей. Теа покачал головой. А поскольку ты не в своей прежней форме, мне не нужно быть вежливым, не так ли? Нет никакой гарантии, что ты это он. Что ж, я тоже не хочу тратить свою силу впустую. Алия вдруг создала стул из ничего рядом с кроватью и села, скрестив ноги. Ее тон полностью изменился, несмотря на то, что ее голос звучал так же. Кажется, это наша первая встреча. Да. Теа вежливо кивнул. Для меня большая честь познакомиться с вами. Нет, не нужно быть вежливым. Пока ты меня уважаешь, нормально быть небрежным. Алия или Лаки небрежно махнули рукой. У меня есть три причины встретиться с вами таким образом. Теа промолчал, но выражение его лица стало серьезным. Она улыбнулась. Во-первых, я хочу научить тебя кое-чему. Это касается твоего умения управления иллюзиями. Все, что я могу сказать, ты используешь только 5% его силы. 5%? Да. Ты не понимаешь искусство иллюзии. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Все в порядке. Вместо этого я покажу вам пример. Алия улыбнулась и призвала клона слева от себя. Это твой обычный клон. А какой из них настоящий? Обычно я говорю левый, но раз уж ты пытаешься привести пример, то тот, что справа от меня. Теа посмотрел на только что вызванного клона. Вы не должны говорить последнее, но что угодно. Алия покачала головой, потому что слова Теа были правильными. Вы знаете, почему я поменялся местами? Я не знаю. Видя, что навык можно улучшить, в этом причина. Нет. Я использую только иллюзию твоего навыка управления иллюзиями. Он улыбнулся. Честно говоря, я хочу снова отправить своих детей учить вас, так как они более заслуживают доверия, чем я, но это то, в чем я преуспеваю. В любом случае, это самая большая подсказка, которую я могу вам дать. То, что этот старик сказал о включении иллюзии в реальность, верно. Вы можете стать великим мастером в этом. Однако это не касается истинной иллюзии. Скажи, что, если у иллюзии есть собственная воля? Как ты думаешь, чего она желает? Алия остановилась с улыбкой. Желаю. Теа на мгновение посмотрел вниз, прежде чем осознать. Если я иллюзия, я хочу быть настоящим. Точно. Истинная иллюзия – это сама реальность. Алия улыбнулась и махнула рукой, перерезавшую своему клону. Удивительно, но клон брызнул кровью, как человек, и упал, как будто человек только что умер. Алия указала на обезглавленный труп на земле. Если ты не будешь разговаривать со мной все это время, ты считаешь, что это правда или фальшивка? Теа нахмурился, зная ответ. Алия продолжила. Вы когда-нибудь задумывались, где находится рай и ад? Что, если я скажу вам, что рай и ад находится на земле? Что, если я скажу вам, что все боги в прошлом на самом деле были родом с земли и тоже были людьми? Что, если я скажу вам, что эти люди наблюдали за вами и будут продолжать с этого момента? Что, если я скажу вам, что эта реальность, в которую все верят, всего лишь иллюзия? Теа был ошеломлен его заявлениями. Последняя метафора больше всего запомнилась ему. Что, если я скажу тебе, что ты все это время был во сне, и я могу освободить тебя от этой иллюзии щелчком пальца? Теа сглотнул и успокоил свое сердце. Я рад, что ты спокоен и собран. Это облегчает наш разговор. Истинная иллюзия. Реальность. Теа закрыл глаза, чувствуя какое-то понимание в этой фразе. Алия кивнула с улыбкой, подумав. Правильно. Никто не может сказать, является ли мир, в котором вы живете, иллюзией или нет. Вы только знаете и верите, что этот мир реален. И я тоже могу быть еще одной твоей иллюзией. Через некоторое время Теа наконец открыл глаза, чувствуя себя немного освеженным. Понятно. Так вот как, сев на кровать, Теа вызвал своего клона. Однако клон внезапно ударил оригинал и заставил его исчезнуть, как будто это был клон. Кажется, ты немного понял. Твоя следующая задача, понять, как сделать иллюзию реальностью. Эта реальность не для меня, а для других. Верно? Зависит от вашей цели. В какой-то момент вам также нужно будет наложить иллюзию на себя. Алия улыбнулась. Ну, я использовал иллюзию, чтобы заставить людей думать, что я вызываю своего клона, но настоящий фокус в том, что я вызываю своих клонов и использую мерцание, чтобы они выглядели как настоящий клон. Тьфу, упростите это в данный момент, потому что я еще не полностью понял это. Но в этом суть. Алия кивнула. В любом случае, это то, чему я хочу тебя научить. Тебе нужно продолжать совершенствовать свое мастерство и использовать свой мозг, чтобы преодолеть так называемую абсолютную власть. Скажи им, что трюки также могут победить абсолютную власть. Я сделаю это. Это будет тяжело, но я только что увидел возможность. Это хорошо. Тем не менее, я впечатлен тем, что такой человек, как ты, не пялится здесь на эту красоту. Алия скрестила руки на груди, глядя на тебя так, словно он был импотентом. Она приподняла руками свою пухлую грудь, говоря, давай, давай, эта женщина сейчас самая близкая к тебе. Как насчет того, чтобы попробовать ее немного? Это твое сознание, поэтому она не узнает, что ты говоришь. Тяя скривился и разочарованно покачал головой. Вот и все. В следующий раз я научу тебя своей силе метаморфозы. Тот, который может дать бир. Рот Тяя был прикрыт ее рукой, когда последняя посмотрела на него с убийственным намерением. Он вспомнил одну историю о нем. Даже один согласился ничего не говорить, чтобы получить эту восьминогую лошадь. Тот, что был перед ним, определенно не хотел это обсуждать. Тебе запрещено говорить это, если ты не устал от своей жизни. Я могу запереть тебя здесь на несколько лет и испортить твою жизнь, ты же знаешь. Это невозможно. Тяя покачал головой. У меня нет точного объяснения, но я знаю, что ты не сможешь поймать меня здесь. На самом деле, приход сюда в одиночку должен истощить твою силу, верно? Ты че? Я не знаю, радоваться мне или нет тому, что кто-то умничает. Она покачала головой. Двигаемся дальше. Вторая причина в том, что я хочу поговорить с тобой на одну тему. Хм. Тя прищурил глаза. Я рассказываю вам, как кого-то раздражать. Я люблю, когда кто-то выходит из себя. Она зло ухмыльнулась, вспоминая прошлое. Кого-то раздражать. По какой причине? Не то, чтобы я планировал создать себе врага из ниоткуда. Нет, это не так. Так ты раздражаешь кого-то в свою пользу. Я знаю, что тебе трудно этому научиться, но пока ты можешь делать это время от времени, это уже хорошо. Раздразнить кого-то в мою пользу, это такой коммуникативный навык? Ага. Проще говоря, тебе просто нужно делать то, чего они не хотят. Вот и все. Ага. Сделать это легче сказать, чем сделать. Есть несколько условий, которые нужно соблюдать. Во-первых, вам нужно знать свои его цели. Это необходимо, чтобы манипулировать разговором так, как вы хотите. Во-вторых, вам нужно, чтобы вас знали, многими, чтобы они поняли, что вы такой человек. В-третьих, не лгите, когда пытаетесь досадить этому человеку. Это три условия, которым вы должны следовать. Я могу понять первую и вторую причины, но третья. Алия только покачала головой и отступила назад, как бы говоря ему, что это единственное, зачем ему нужно следовать, и что он не должен ничего об этом спрашивать. Я сам поищу ответ. Могу я спросить тебя кое о чем? Конечно. Почему я? Почему ты тогда выбрал меня? Без особой причины. Когда я был жив, я ненавидел других, потому что они всегда пользовались чьей-то жизнью и использовали ее для себя по любой причине и обвиняли их, когда что-то шло не так. На самом деле, я совершенно ненавижу того, кто использовал так называемое правосудие, чтобы совершить свое злое дело. Я люблю хаос, но я не лицемер. И я вижу, что ты такой же. Вот почему. Она протянула руку, рукой и коснулась пальцем головы Тиа. Не пытайся убедить себя, что ты не против сделать то и это. В любом случае, ты найдешь то, что правильно для тебя. Просто придерживайся этого, как я. Тиа замолчал и на мгновение задумался. Он не понимал почему, но казалось, что за этими словами скрывается что-то глубокое. К сожалению, Тиа пока не мог этого понять. Хорошо. Пришло время для последнего. Алия сделала шаг назад. Это предупреждение. Для того, кто вступит на этот путь, другим людям будет трудно поверить в ваши слова. Если вы хотите продолжать идти, то вам следует приготовиться к тому, что вам больше никто не будет доверять. А это само собой разумеющееся. Без твоей помощи я бы умер в этом месте. По крайней мере, с помощью власти и денег можно получить почти все, что угодно, так что я не думаю, что скоро мне надоест этот мир. Но я не могу сказать, как я вижу мир в будущем, поэтому в то время я могу принять другое решение. Тиа пожал плечами. Вот и все. Я уже доволен. Она улыбнулась и подняла руку. Тебе пора просыпаться. Подожди, у меня еще так много вопросов. Просто помни, в этом мире всегда есть дурак. Однако иногда мы не ненавидим эту дуль. Она покачала головой, прежде чем искренне улыбнуться. Когда Тиа уже собирался открыть рот, она щелкнула пальцем. Увидимся позже. Зрение Тиа стало совершенно белым, когда его сознание начало угасать. В то время он вспомнил, что все еще находятся в середине турнира. Он задавался вопросом, каков был результат его команды, когда его сознание вернулось в его тело, когда он постепенно открыл глаза. Когда он проснулся, он почувствовал дежавю, когда быстро двигал своим телом, чтобы проверить свое состояние, и поворачивался влево и вправо, пытаясь найти кого-то в этой комнате. Вскоре он нашел Эллин, сидящую рядом с его кроватью и раскладывающую фрукты, которые она только что купила. Заметив движение Тиа, Эллин обернулась и улыбнулась. Вы проснулись. Если ты здесь, разве это не значит, что матч уже окончен? Ага. Эллин кивнула со спокойным выражением лица. Впрочем, такого рода действий уже было достаточно для ответа. Он закрыл глаза и издал долгий вздох. Я думаю, мы можем стремиться только к третьему месту. Мне жаль. Эллин извинилась, глядя вниз с грустным выражением лица. Все в порядке. Это была моя вина. Я должен был дать тебе стратегию, а не держать ее в себе все время. Но ты просто пытался заставить Нилу подняться, не оставив тебе времени на объяснение. Я мог бы написать это и передать Ферилу, или я должен был сказать тебе во время просмотра второй битвы. План уже был сформулирован в моей голове, когда я смотрел вторую игру. Нет. Эллин отрицала это, но знала, что не сможет убедить Тиа в этом. Где остальные? Им нужно что-то делать. Эллин отвернулась. Хорошо. Итак, кто плакал? Знаешь, ты не должен об этом спрашивать. Эллин вздохнула. Это моя обязанность. Думаю, мне следует начать присматривать за ними. Могу я узнать твой предыдущий план? Мой план? Тиа улыбнулся. Я бы бросил твой посох на арену. А, это был твой план? Да. Это должно сбить их с толку на мгновение, потому что был высокий шанс, что ты появишься в следующем. Они могут подумать, что мы станем сильнее с Фериллом, Лаустом и Алией вместе, но это именно то, что я хотел, чтобы они подумай. Бросив свой посох, они принесут только Луку или Зару, но поскольку сила Зары может усиливать ее товарищей по команде, лучше, чтобы ей был решающий матч, последний. Поэтому я планировал отправить Алию и Ферилла на следующий матч и выиграть матч. Конечно, ты тоже мог выйти в это время. В зависимости от их ответа, я могу победить их в четвертом раунде. Тиа вздохнул. Полагаю, вы использовали обычную стратегию. Эллин посмотрела в потолок и почувствовала себя ужасно. Думаю, без тебя мы действительно бесполезны. Не совсем. Тиа покачал головой. Причина, по которой я осмеливаюсь использовать что-то подобное, связана с моим отношением ко всем вам. Чтобы победить, я сделаю все, даже если это выставит меня или вас в плохом свете. Вот почему я могу быть таким смелым. Ахаха. В любом случае, что мы можем сделать, так это выиграть последнее и получить бронзу. Я больше не позволю этому ускользнуть. Тиа улыбнулся, пытаясь еще раз взглянуть на свою миссию. Испытание. Займите первое место, чтобы рассказать миру о лучших трюках. Завершено. Награда. Улучшенные глаза навыка. Хэм. Тиа не мог не выразить свое замешательство вслух. Тиа. Тиа махнул рукой и кашлянул, чтобы успокоить сердце. Ничего. Просто подумал о чем-то. Тиа продолжал смотреть на суд, прежде чем ущипнуть себя за переносицу. Он пробормотал. Реальность и иллюзия. Собравшись с мыслями, он еще раз взглянул на пробу и заметил ее изменения. Испытание. Займите первое место, МВП, и расскажите миру о лучших трюках. Завершено. Награда. Встреча. ПС. Ваша команда отстой. Я ни за что не оставлю твою и свою судьбу в их руках. Это действительно лучший трюк, подумал Тиа. Ему хотелось проклясть эту внезапную перемену, потому что ему уже было грустно от того, что он не может получить золото. После победы над сборными Австралии и Индонезии я стал темной лошадкой. Тогда победа над сборной Италии еще больше доказывает это. В моей последней битве против Ниллы люди будут думать, что я держу всю команду, так как без меня они ничего не могут сделать. Разве это счастье в несчастье? Теперь, когда я еще раз смотрю на этот результат, я хочу чувствовать себя счастливым, но, конечно, не могу, чтобы ни. Внезапно дверь открылась, и в комнату вошел Рэдвилс, проверяя его, как ваш организм. Я в порядке. Все раны зажили. Боли не чувствую. Думаю, это хорошо, так как я попросил президента организовать для вас лечебную палату в качестве первоочередной задачи. В любом случае, вам все равно нужно отдохнуть здесь еще два дня, чтобы увидеть, есть ли какие-либо побочные эффекты от вашего предыдущего состояния. Я понимаю. Тя кивнул и продолжил. Где остальные? Они не собираются встретиться с этим больным мной? Рэдвилс нахмурил брови, чувствуя, что что-то изменилось в Тя, но не мог понять, что именно. Я попрошу их прийти позже, но все они винят себя в том, что они отстой. Ахаха. Тя усмехнулся. Я тоже. В любом случае, я выполню свой долг и снова приведу их в форму. Наша битва еще не окончена. Кроме того, это хорошо, что ты имеешь в виду. Расскажи мне условия врагов. Рэдвилс не мог понять, чего он хотел, но сказал ему правду. Нелла будет в порядке после отдыха. Кларк госпитализирован и больше не может участвовать. Он тоже в этой больнице, если вы хотите с ним познакомиться. Ее полная сила позже. Видите ли? Бьюсь об заклад. Нелла думала, что выиграла войну, но мы смеемся. Тя усмехнулся. Хо. В их нынешнем состоянии, даже если они соревнуются за золото или серебро, люди будут разочарованы, потому что они не могут проявить себя в меру своих способностей. Тогда кто же окажется в центре внимания? Тя ухмыльнулся. Полуфиналы обычно открываются перед финалом. Но в таком финале уже будет известно, кому достанется золото, а кому серебро. Поэтому самая захватывающая битва будет в полуфинале. На разогреве попадет в центр внимания. Эллин вздохнула, приходя к пониманию. Правильно. Мы можем не победить, но мы, безусловно, будем в центре внимания. Серьезно, для меня центр внимания лучше, чем золотая медаль, потому что это принесет мне более светлое будущее, чем пустая медаль. Тя рассмеялся. Итак, кто плакал больше всех? Пошлите этого человека ко мне прямо сейчас. Я заставлю его смеяться. На крыше больницы одинокая женщина смотрела вниз и плакала. Она продолжала вспоминать, что только что произошло час назад. Это еще не конец. Подумала она, глядя на Скорлетт и Зару. Третий подвиг – пожирающая гидра. Она послала волну голов гидры, пытаясь на этот раз поразить их обоих. Зара положила руку на землю, вызвав ту же черную дыру, которая уничтожила головы гидры. Девять больших щупалец вылезли из дыры, схватили головы и сломали их. Скорлетт, напротив, еще раз взмахнула мечом. Кровавые клинки. Вся кровь, которая была забрызгана по всей арене, начала подниматься и превращалась в острые ножи. Алия расширила глаза, так как она никогда не ожидала, что на нее нападут со всех сторон, учитывая, что кровь Филелла и Кларка была в смеси. Стойкость. Алия сформировала щит и бросилась в сторону, где было меньше кровавых ножей. К сожалению, Зара помешала ей избежать разрушение хаоса. Всплеск взрыва. Алия решила устроить над головой взрыв, который сдул все кровавые ножи, но именно этого хотела Зара. В этот момент она закрыла их брешь и подошла к ней, размахивая мечом. Ты такой скучный. Зара ухмыльнулась. Что вы сказали? Алия нахмурилась. У вас может быть смелость бросить вызов всему, но ни в коем случае у вас нет решимости сделать это. Зара внезапно выронила меч и схватила Алию за голову, прежде чем ударить ее по лбу. Вот почему ты такой скучный, в отличие от него. Алия и Зара все это время думали о разных людях, но они обе действительно подходят под описание. В голове Алии был те, а Зара думала о жертве Кларка. Этот удар головой был неожиданным, так как у обоих были порезаны лбы и потекла кровь. Что? Алия расширила глаза. Она быстро нанесла удар своим мечом, но Скорлетт схватила ее сзади, удерживая обе руки. После этого Скорлетт подняла их в воздух и бросила на землю. Немецкий суплекс. Гах. Шок потряс разум Алии, когда она изо всех сил пыталась поднять свой меч и ударила Зару. Однако рука Скорлетт уже обхватила ее шею и остановила матч. Великобритания побеждает. Воспоминание об этой сцене заставило ее кровь закипеть. Она ненавидела себя даже за то, что так долго не высовывалась и только что была побеждена своими противниками. Ее мысли также легко отвлекались. Она потерпела неудачу как лидер команды. Сжав кулаки, она начала хватать ртом воздух. Она не знала почему, но ее сердце казалось, что кто-то сжал его. Упав на землю, Алия посмотрела направо и налево, но никого не нашла. Почему? Я должна была сделать это лучше. Почему? Несмотря на всю эту уверенность, Алия несколько раз ударилась от пол. Внезапно дверь открылась, и в ее ушах эхом раздался мужской голос. Итак, вот где ты? Тея. Алия запнулась и обернулась со слезами на щеках. Я я сожалею. Зачем? Тея подошел к ней с улыбкой. Дойдя до нее, он сел на землю. Итак, что ты хочешь мне сказать? Это о матче? Это о твоем поражении? Это потому, что ты отстой? Алия стиснула зубы, не отрицая его слов. Поскольку это первый психический срыв, свидетелем которого я стал, я буду относиться к тебе немного лучше. Как насчет того, чтобы ты успокоился и поговорил со мной? Алия смотрела Тея в глаза, никогда не видя этой стороны Тея. Она не могла не извиниться еще раз. Мне очень жаль. Все было по моей вине. Если бы я мог победить их, мы бы вышли в финал. А сейчас я просто упустил шанс, который вы нам дали. Я не вижу ничего плохого, поэтому я не знаю, о чем вы говорите. Тея покачал головой и ответил спокойным тоном. Ты меня слышал? Она поднялась и схватила его за плечи. Я просто был. Тея внезапно приложил палец к ее губам, заставив ее замолчать. Позвольте мне сказать вам кое-что. Я приехал в Италию не просто так. Я уверен, вы уже поняли, чего я хотел, верно? Алия посмотрела вниз и робко кивнула. Моя цель достигнута. Не хочу хвастаться, но я, наверное, самый ходовой товар для тех, кто хочет найти здесь людей. Но это также ставит меня в затруднительное положение, потому что в настоящее время у меня нет никакой поддержки. Что это за семья Гриффитов? Я ничего о них не знаю, и они не появлялись передо мной ни разу не ла. Это исключение, поэтому получение золотой медали только расстроит людей больше, чем вы можете себе представить. Я имею в виду, как вы думаете, Терсланд сможет выдержать все давления со стороны других стран, если мы выиграем золото. Я уверен, вы знаете, что они будут давить на нас, чтобы получить меня, верно? И они также скажут, что мы не должны быть квалифицированы для этого. Если вы не будете выделяться, вас будут тщательно изучать или даже травить, как и меня. В то же время, если вы будете выделяться слишком сильно, вы будете подвергаться критике и давлению со стороны окружающих, будь то гордость, ревность или что-то еще. Вот почему этот мир отстой. Те вздохнул. И твой проигрыш на самом деле работает на меня лучше в долгосрочной перспективе. Так что спасибо тебе за проигрыш. Кроме того, если мы проиграем, мы попадем в центр внимания, получив достаточное вознаграждение, не подвергаясь давлению с их стороны. Те подмигнул, говоря ей, что проигрыш был правильным поступком. Я называю это абсолютной победой. Ты. Алия открыла рот, но все слова застряли у нее в горле. Она просто потеряла дар речи. В любом случае, не нужно больше плакать. Те улыбнулся и протянул носовой платок. Вот, вытри свои слезы и сопли. Там только слезы. Алия быстро схватила платок и закрыла лицо, притворяясь, что вытирает слезы. Она была слишком смущена, чтобы показывать свое лицо Те теперь, когда она успокоилась. Увидев, что Алия уже в порядке, Те поднялся с земли и попытался уладить все с остальными товарищами по команде. Однако Алия внезапно потянулась к его руке, словно прося не оставлять ее одну. Она не могла не вспомнить, что сказала ей Агата. Однако после этого из ее уст не вырвалось ни одного слова. Через некоторое время Алия наконец успокоилась и решила вернуться с Те. Все, что она могла сделать, это опустить голову, стараясь, чтобы никто не смотрел на ее нынешнее выражение. Она была слишком смущена всем тем, что делала раньше. Она подумала, что со мной происходит. Почему я плакала, как ребенок, перед Те. Он на два года моложе меня, и я показал такую вещь, как я мог встретиться с ним лицом к лицу. Она не знала, что Те просто вернулся в свою комнату, чтобы немного отдохнуть, прежде чем обнаружил другого человека, прыгнувшего к нему. Те. Брови Те дернулись, когда он избегал ее с помощью блинка. Почему ты уклонился? Те проигнорировал ее вопрос и спросил в ответ, что тебе нужно, Нелла. Нелла широко улыбнулась, гордясь их победой. Она даже начала называть Те по имени. Ничего, я собирался навестить тебя, чтобы проверить твое состояние, но, кажется, ты уже в порядке. Да, спасибо, что беспокоишь меня. Те спокойно кивнул, как твои товарищи по команде. Думаю, мы ничего не сможем сделать для следующей битвы. Хочешь навестить их, а не в той комнате? Нелла почесала затылок, указывая на левую дверь, которая все еще была приоткрыта. Без всякого стыда она повернулась к аллее и сказала нахальным тоном. О, это не плачь, детка. Все смущения тут же сменилось гневом, потому что голос Неллы был, наверное, последним, что она хотела слышать прямо сейчас. Те проигнорировал их и вошел в комнату, обнаружив трех человек, лежащих на кровати, пока Зара и Лука заботились о них. Заметив его присутствие, Зара обернулась и подняла брови. Ты уже можешь ходить. Ага. Те окивнул. Я думал о том, чтобы навестить вас, так как Нелла устроила мне засаду снаружи. Кларк усмехнулся. Тебе должно быть тяжело. Но подумать только, что ты победила Неллу. Мне больше нечего сказать. Мне просто повезло. Те опожал плечами. Как ты себя чувствуешь? Я слышал, что ты худший из них. Я буду в порядке через шесть месяцев. Это драгоценное время, но оно не сильно помешает моему прогрессу. Кларк пожал плечами. Если бы вы только дали нам эту победу, вам не нужно было бы делать что-то подобное. Те разочарованно покачал головой, дразня их лукавой улыбкой. Зара встала и подошла к нему. Это лучше, чем твое нынешнее затруднительное положение. Мы все еще гарантированно получим серебряную медаль в этом году, но ты, серебряная медаль? Те сделал шокированное выражение лица, прежде чем усмехнуться. О, ты имеешь в виду тот утешительный приз? Выражение лица зары помрачнело. Она стиснула зубы и сказала тем же тоном, каким хотела ударить Неллу на турнире. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы помыть рот? И у вас, и у Неллы один и тот же дерьмовый запах изо рта. Это лучше, чем просто грязь, пытающаяся быть алмазом. Те опожал плечами, снова косвенно насмехаясь над ее серебряной медалью. Те продолжал улыбаться, в то время как терпение зары постепенно заканчивалось. Чтобы ничего ему не сделать, зара решила выйти из комнаты. Я собираюсь выпить. Купи мне апельсиновый сок. Лука поднял руку и указал на Скорлит. Она хочет дэнный сок. Хорошо. Зара подошла к двери, прежде чем услышала еще один. А, я хочу яблочный сок, добавил Те. Иди к черту. Зара фыркнула и тут же ушла. Товарищи зары рассмеялись. В любом случае, это все. Мне нужно вернуться в свою комнату и немного отдохнуть. Те махнул рукой и вышел из комнаты, хотя и обнаружил очередную ссору между Неллой и Алией. Те просто проигнорировал их обоих и ускользнул, думая. По крайней мере, Алия уже в порядке, так как у нее достаточно энергии, чтобы ссориться. Когда он вернулся, рай, казалось, нес много подарков в руки. Кажется, ты вернулся. Ну, я закончил разбираться со всеми этими надоедливыми мужиками. Это все их доброжелательность вместе с пригласительными письмами. Раздраженным тоном сказал рай. Ахаха, спасибо. Те поблагодарил его, прежде чем вернуться в свою постель. В любом случае, моя работа здесь сделана, так что я вернусь в отель. Не беспокойте меня, пока не закончите соревнования. Я слишком устал для этого. Рай вздохнул и вышел из комнаты так быстро, как только мог, прежде чем устроиться на другую работу. Те Алиш улыбнулся и посмотрел на гору подарков рядом с его кроватью. Он не мог не вспомнить свою жизнь 7 месяцев назад. Это подарки от стран, организации и других. Прошлый я никогда не получил бы ничего подобного за всю свою жизнь. Наверное, я рад, что могу изменить свою жизнь к лучшему. Тем не менее, чем выше я поднимаюсь, тем больше проблема. Это будет тяжело, но это лучше, чем не иметь сил даже защитить себя. Те А покачал головой. Сказав эти слова, Те начал просматривать все подарки, включая письма. Несмотря на то, что все они желали его выздоровления, Те знал, что они хотят, чтобы он выбрал их после этого соревнования. Все 7 других стран в этом соревновании были среди них. Другие страны тоже не хотели упускать такой талант, тем более что Терсланд явно был не в силах его хорошо воспитать. Он даже видел много известных групп, компаний и даже организаций, которые его приглашали. К сожалению, они не смогли поговорить с ним лично, потому что это могло вызвать подозрение, что они что-то сделают с участником. По крайней мере, Те знал, что у него есть много вариантов в будущем, поскольку он никак не мог остаться в Терсланде, у которого не было достаточно ресурсов, чтобы помочь ему повысить свой уровень в ближайшем будущем. Лежа на своей кровати и глядя в потолок, Те пробормотал. Интересно, куда мне идти после этого? И есть еще одна проблема, когда, в любом случае, мне, вероятно, понадобится год или два, чтобы все уладить, прежде чем я смогу путешествовать в другую страну, так что я просто буду думать об этом по пути. Без его ведома Алия стояла прямо за дверью, опустив голову. Она наблюдала за ним, когда он открывал подарки. Несмотря на то, что она не могла слышать его, она могла понять кое-что из того, что он говорил по его жесту рта, но она не могла ничего сказать, поскольку их отношения не были друзьями или парой. Они были просто партнерами или товарищами по команде завтра Алия и остальные отправились на турнир, чтобы посмотреть матч, а Те ждал в больнице один. Те сел на кровать, положив на руку лист бумаги. Внезапно бумага начала ошеломляюще плавать, как будто на руке Те был вентилятор, подбрасывающий бумагу вверх. Это контроль, который мне нужен. Нет, Нелла намного сильнее этого, поэтому мне нужно больше практиковаться. Несмотря на то, что я понимаю, как это работает, я не могу воспроизвести ее силу без достаточной практики. Те разочарованно покачал головой, прежде чем Нелла внезапно открыла дверь. Я слышал это, Те. Почему ты здесь? Те поморщился. Это единственный раз, когда ты один, так что я могу немного поговорить с тобой. Нелла высунула язык. Ты не смотришь матч. Это важнее, чем сам матч. Разве ты не хочешь узнать секрет моей силы? Ты собираешься рассказать мне свой секрет? Конечно. Теперь, когда мы больше не враги, я расскажу тебе все. Конечно, сегодня только для этого. Те на мгновение задумался и спросил. Почему? Я не вижу причины. Это чисто моя воля. Я восхищаюсь тобой, потому что ты так долго жил один, без какой-либо любви или поддержки со стороны твоего окружения. Нелла улыбнулась. На самом деле, выиграешь ты или проиграешь, я уже запланировал открыть тебе секрет. Те нахмурился и спросил. Ты не боишься меня? Я имею в виду, ты был очень вежлив со мной все это время, так что это должно быть из-за нашего статуса. Верно? Честно говоря, меня не очень волнует эта должность. Если ты хочешь, я просто дам ее тебе. Это более или менее обязательство или простое желание. Вот и все. Нелла усмехнулась. Кроме того, я хочу предупредить вас, чтобы вы не копировали эту силу, если не хотите запутаться в этой семье. Хо. Честно говоря, я рад, если вы хотите, но я не хочу принуждать вас. Я собираюсь рассказать вам об этом первым, чтобы вы могли понять, что я имею в виду. Пожалуйста. Те кивнул и указал на стул рядом с кроватью. Однако Нелла нагло села на его кровати и устроилась там поудобнее. Освобождение и контроль вашей магической силы одновременно – это техника, которую может практиковать каждый. Однако, если вы понимаете силу твистера или индукционного кулака, вы заметите разницу между обычным контролем и контролем в стиле магического святого кулака. Последнее – это комбинация дыхания и контроля. Сочетание дыхания и контроля. Те нахмурился и попытался понять, что она сказала. Да. Справедливости ради, кому-то трудно овладеть двумя аспектами одновременно. Вместо того, чтобы изучать оба аспекта, нам лучше освоить один аспект. Это правда, но мы не можем избежать изучения остальных четырех. Потому что все они на самом деле связаны друг с другом. Она улыбнулась и подняла руку. Она сделала глубокий вдох, прежде чем выдохнуть одним махом, создав небольшую ударную волну на своей руке. Вы можете заметить разницу? Понятно. Когда я высвобождаю свою силу, у нее нет определенного ритма, который придает ей такую взрывную мощь. Те окивнул с серьезным выражением лица. Точно. Этот ритм получен с помощью дыхательной техники. Конечно, дыхательной техники семьи Гриффит. Она улыбнулась. Я бы солгал, если бы мне не было грустно, когда ты не поедешь в Великобританию после этого, но я буду уважать твое решение. Я дам тебе простую подсказку для каждой страны, которую ты, возможно, захочешь посетить в будущем. В настоящее время ведущей страной, которая выделяется в осознанности, является Италия. Она же эта страна. Вы найдете много людей, которые понимают больше, чем другие люди в мире, такие как Инрика. Что касается дыхания, есть три страны. Это Индонезия, Китай и Индия. Кроме нашей семьи, вы можете поехать в Россию или Америку, чтобы изучить контроль. Япония, Египет и Франция известны своим мастерством в технике. И последнее, но не менее важное, выносливость. Вы можете поехать в Конго, Китай или Америку. Конечно, помимо пяти аспектов, есть еще много вещей, которые вам нужно изучить. США, главный пример. Те на мгновение задумался. Я могу понять, что вы имеете в виду под ведущими странами, но я даже не знаю, по какому пути мне следует идти. Я имею в виду, что у меня недостаточно понимания каждого пути. Вы можете сначала попробовать их все, прежде чем принять решение. Не могли бы вы рассказать мне немного о них? Ты имеешь в виду продвинутый навык? Она задумалась на мгновение и кивнула. Позвольте мне начать с моей собственной специальности, контроль. Я уверен, что вы уже знакомы с моей техникой, поэтому я приведу вам пример следующего этапа. Это все еще в процессе обучения, но... Она подняла ладони и высвободила свою магическую силу. Золотой свет внезапно появился на ее ладони и постепенно принял форму ножа. Однако он исчез, когда был готов только наполовину. Нелла цокнула языком и вздохнула. Это контроль, называемый материализацией. Материализация. Обычно мы не видим магическую силу, но это... Да, это магическая сила. Когда вы концентрируете магическую силу в одной точке, вы можете материализовать ее. Для этой силы требуется контроль силы мастерского уровня или выше. Ранговый навык. Бомба концентрации маны. Такой мощный. Тя удивленно расширил глаза. Да. Я вижу, что ваш контроль находится на пике начального уровня. Я уверен, что вам нужно всего несколько недель, чтобы достичь уровня практика, как и мне. Вот почему, пока вы на нем, вам нужно освоить внешний поток, который название техники того, что вы делаете. Внешний поток. Тя посмотрел на свою руку и снова попытался высвободить магическую силу. Правильно. В освобождении мощного количества магической силы, это применение концепции силового контроля. Она остановилась на мгновение. Перейдем к другим аспектам. Я не могу показать вам их силу, но могу дать некоторое объяснение о них. Она улыбнулась. Во-первых, это осознание. Если у нас есть мягкое управление, управление силой и совершенный контроль в категории управления, у осознания есть расширение, предсказания и взгляды на будущее. Взгляды в будущее. Тя поднял брови, думая о чем-то. Да. Расширение – это просто более мощное видение при передаче вашего намерения или что-то в этом роде, например, убийственное намерение или ощущение окружающих вас людей. Я уверен, что оно у вас уже есть. После этого идет предсказание. Используя свое осознание, вы можете наблюдать за своим противником, как наблюдая из-за экрана. Это позволит вам лучше понять их движение и предсказать их движение. Когда вы уже находитесь на вершине предсказания, вы начнете понимать все больше и больше, что позволит вам заглянуть в будущее. Конечно, хотя я и говорю о будущем, это просто вы предсказываете свое предсказание, заставляя вас видеть такое будущее. И действительно трудно понять эту силу. Я понимаю. Тя кивнул. Еще есть дыхание. Оно также разделено на три основные категории. Взрыв. Врожденная регенерация. Неограниченная генерация. Та комбинация, которую я показывал вам ранее, была классифицирована как взрыв плюс управление силой. В конце концов, дыхание дает вам ритм, позволяя вам получить мгновенный импульс или успокоить ум. После этого идет врожденная регенерация. Она позволяет вам создать более мощный взрыв и регенерировать вашу магическую силу. На пике она называется неограниченной генерацией, которая позволяет вам естественным образом поглощать или использовать магическую силу в воздухе, чтобы она выглядела как вы, обладают неограниченной магической силой. Все, что я могу видеть все это время, это то, что каждая сила имеет свое собственное применение. И я уверен, что это сила, которую желает каждый человек. Тя посмотрел вниз, погрузившись в глубокие размышления. Конечно, техника та же самая. Мастерство. Оригинальная техника и божественные способности. Хэм, позвольте мне привести пример известного человека в прошлом. Вы знаете Цубами Гайши? Этого Кадзира Сасаки? Тот, где ты делаешь ложный выпад, опуская меч, прежде чем взмахнуть им еще раз? Спросил Тя. Ага. Это оригинальная техника. На первый взгляд, это техника, которую можете использовать только вы. Если только вы не обучаете ей другого человека. Божественные способности. Более сильная версия. Я понимаю. Тя кивнул. И последнее, но не менее важное. Это выносливость. Честно говоря, она очень похожа на дыхание, но здесь более физическая. Закалка. Врожденная регенерация и нечеловеческое телосложение. Это три категории выносливости. Закалка означает закалку. Я помню, когда читаю статью, знаете про нормального человека, разрушающего кирпичи и прочее. Это закалка. Врожденная регенерация означает, что ваши раны будут постепенно заживать сами по себе, будь то внешнее или внутреннее повреждение. Что касается последнего, вы когда-нибудь видели, как кто-то горит, но на самом деле это его нормальная форма. Что-то в этом роде, силу, превращая себя в огонь, воду или что-то, что способно наделить их силой, превышающий человеческий предел. Да, как и ожидалось, все они довольно крутые силы, с которыми трудно иметь дело. Действительно, но больше всего раздражает их комбинация. Как и мой магический стиль святого кулака, который требует мощного контроля и нормального дыхания, комбинация более чем одного аспекта даст пользователю огромную силу. Например, нынешний глава семьи Гриффит может одновременно использовать дыхание, контроль и выносливость. Его пиковая сила позволяет ему уничтожить половину итальянской базы, которую мы видели несколько дней назад. Есть также самурай на востоке, который сочетает дыхание и контроль, чтобы создать свою собственную технику, которая может разрезать ту же основу пополам одним ударом. В этом мире есть много примеров, но я не должен тратить ваше время. Она улыбнулась. Я уверен, что этого объяснения пока достаточно. Действительно, я вижу преимущества их изучения. На данный момент в моем распоряжении есть контроль, но я не знаю, нужен ли мне этот. Тя улыбнулся. Спасибо. Вы только что открыли мне глаза. Хе-хе. Нелла широко улыбнулась, прежде чем положить голову ему на колени, словно желая быть избалованной. Как насчет того, чтобы погладить меня по голове в качестве награды? Ты что, ребенок? Тя беспомощно покачал головой, но все же нежно погладил ее по голове в знак благодарности за объяснение. Наслаждаясь похлопыванием, Нелла бормотала про себя. Интересно, что он будет делать, когда поймет, что может всему научиться? Это завидный талант, который бесполезен сам по себе, но становится самым сильным, когда он встречает много людей. Тем не менее, у семьи Гриффитов есть свои правила, которые они не нарушают уже несколько столетий. Интересно, нарушат ли они правила для Тя, если он не захочет стать главой семьи? Нелла вдруг усмехнулась. Возможно, вы этого не знаете, но с тех пор, как мой отец заговорил о вас, я уже стал вашим поклонником, кузин. Я хочу посмотреть, как далеко ты сможешь уйти отсюда. Что такое? Почему ты смеешься, как идиот? Тя беспомощно покачал головой. Ее улыбка стала еще шире, когда она ответила. Ничего, я просто люблю тебя, кузин. Хе-хе. Чтобы не Тя вздохнул. В любом случае, ты ведь собираешься рассказать мне о семье Гриффит позже, верно? Да. После банкета я расскажу тебе о них. Однако мои родители мало говорят о них, так что большая часть того, что я знаю, получена из моих собственных исследований. Кроме того, как ты думаешь, могу ли я прийти к тебе в комнату в этот раз? Это будет длинная история. Или мы можем поговорить в моей комнате? Любое место подходит, если нас никто не беспокоит. Тя на мгновение задумался. Ну, соревнования уже закончились, так что я не особо возражаю. Это здорово. В конце концов, это важный вопрос. Я не могу говорить это перед другими людьми. Тем не менее, судя по реакции других людей, семья Гриффит кажется большой семьей, но не настолько известной. Тя был подозрительным. Я расскажу вам подробно позже, но я могу дать вам одну подсказку. Она улыбнулась. Это скрытая семья на следующий день. Тя все еще сидел на кровати, ожидая выписки. Однако вся группа решила провести там собрание, включая Радвелса, чтобы не допустить повторения предыдущего инцидента. Тем не менее, Тя не мог не вспомнить, что произошло вчера. Дав этот намек, Нелла отказалась что-либо говорить и просто вышла из комнаты. Кажется, я недооценил семью Гриффит. Кажется, они хорошо разбираются в контроле, и их влияние довольно велико. Специалистов много, а глава семьи сильный. Интересно, что не так с этой семьей. В любом случае, я чувствую, что есть что-то, что будет беспокоить меня в будущем. Мне нужно узнать о них больше от Неллы позже. Тя пока отогнал эту мысль. Тя, о чем ты думаешь? Прошептала Эллин, наблюдая за матчем. Тя на мгновение взглянул на нее, прежде чем сменить тему. Кажется, наш следующий соперник, Япония. Ага. Эллин кивнула. На Кодзима Мийока получила благословение Сусана Аномикато. Тя осузил глаза и сказал. Он опасен. Глядя на этот меч, покрытый молниями, я боюсь, что с ним трудно бороться. Действительно. Радвил согласился и указал на другую. Но тебе также нужно взглянуть на другого, Курихара Масахика, обладателя благословения Бензетин. Кто этот красивый мужчина? Тя беспомощно покачал головой. Алиа и Эллин закатили глаза. Помимо его внешности, его сила довольно сильна. Его движения могут выглядеть женственно и красиво, но каждый удар содержит большое количество силы. Радвил с пожал плечами. Им кажется, я кое-что знаю о ней и я имею в виду его силу. Алиа подняла голову, как будто заметив что-то не так с ним. Что это такое? Его движение похоже на танец мечей. Алиа объяснила. Танец меча немного отличается от искусства меча. Каждое движение будет непрерывным, и каждый танец будет иметь свое значение. Другими словами, вы будете сражаться с непредсказуемым и бесконечным натиском. Взгляните на его противника. Ему трудно остановить его, если кто-то не помешает ему. Однако, насколько я вижу, ему еще предстоит освоить многие типы. Тя посмотрел вниз, глубоко задумавшись. И последнее, но не менее важное. Их капитан, Сибуя Мами. У нее есть благословение Китсуны. Я не знаю, является ли ее благословение рангом бога или мифическим рангом. Если первое, то боюсь, Китсуны стала тенка или можно сказать небесный лис, сказал Радвил с серьезным выражением лица. Тем не менее, она противник, которого нам нужно победить. Давайте предположим худшие. Тя посмотрел на них. Кто-нибудь хочет что-то сказать. У других нет благословений, но они тоже сильны. Я это уже знаю. Тя вздохнул. Хорошо. Поскольку никто не хочет говорить, я могу только сказать, что не могу дать вам никаких планов на этот раз. Прежде всего, мне нужно сначала проверить их состояние, поэтому я, али Айллин, пойдем в первая игра. Из того, что я видел, противники также полагаются на стратегии, поэтому в разделе игры у нас не будет подвоха. Остальные три боя буду наблюдать лично я и не забуду взять на заметку, так что если я закончу снова в больнице, вы, ребята, можете знать мой план. Все они опустили головы, чувствуя стыд. Рыдвилл согласно кивнул, не находя проблем в плане Тя. Пока была записка, они могли что-то с этим сделать. Но ты уверен, что сражаться с ними с пустой головой, это нормально? Конечно, они будут сбиты с толку, почему мы используем нашу силу в разделе игры, поэтому все должны заставить их думать, что мы собираемся одолеть их. Особенно после того, как я набрался сил в битве с Неллой, по-прежнему буду придерживаться своего стиля боя. Тя улыбнулся. Кроме того, я планирую завершить этот матч как можно скорее, чтобы все вы вышли на поле с намерением победить. Больше не сдерживайтесь. Понятно, все они не могли не волноваться, когда отвечали «да». Между тем, противоположная сторона также провела стратегическое совещание, чтобы обсудить, как им следует обращаться с командой Тя. Накадзима Мийока посмотрел на своих товарищей по команде за круглым столом и спросил маме, как мы будем с ними справляться. Теодор продемонстрировал беспрецедентный уровень силы вместе со своим умом. Это не будет легкой задачей. Остальные тоже посмотрели на нее, задаваясь вопросом, есть ли у нее какой-то трюк, чтобы бороться с ними. Из того, что я видел до сих пор, они пытаются одержать хотя бы одну победу в разделе игры, еще одну в матче, один против одного. Она задумалась на мгновение, поэтому мы собираемся отказаться от третьего матча, так как на этом этапе выйдут Теодор или Алиа. После этого мы отправим наших сильнейших бойцов, чтобы сразиться с ними. Я уверен, что Теодор сыграет что-то странное в этом матче. Он завершит матч, используя этот трюк, поэтому, если Теодор пойдет на третий бой, пойдут Алиа либо Лауст, либо Ферил. Это стратегия, которую он никогда не использовал, поэтому она застанет нас врасплох. Вот почему мы будем контратаковать это со мной там. После потери импульса мы закроем матч в пятом раунде. Мами улыбнулась, как и ожидалось от вас. Мийока кивнула. Он никогда не использовал одну и ту же стратегию дважды, поэтому я предполагаю, что он планирует сделать что-то подобное. Независимо от того, насколько это грязно, победа есть победа. Четвертый матч это даст достаточно ажиотажа, чтобы они не думали о подвохе. Действительно. Посмотрим, кто выйдет победителем. Мами чувствовала себя уверенно. Заявка уже одобрена. Кроме Теодора, меня больше интересует уникальное владение мечом Лауста. Его уникальность может дать ему потенциал для оригинальной техники. Вот почему я добавляю его вместе с Теодором в запрос. Оба они получили свое одобрение. Если Теодор отклонит нас, мы просто получим Лауст. Я доверяю твоему суждению. Мийока кивнула и поднялась со своего места. В любом случае, мы будем бороться изо всех сил. В этот великий день мы вернулись сюда, чтобы провести последний день конкурса Гранд Гая. Япония и Терсланд будут соревноваться в полуфинале, а Великобритания и США будут сражаться друг с другом в финале. Мы действительно никогда не ожидали такого сюрприза в этом соревновании. Для меня большая честь быть хозяином этого важного соревнования, где я мог стать свидетелем самой большой темной лошадки в истории. Теперь Терсланд получит свою первую медаль в этом соревновании или Япония защитит сиденье и оставить Терсланд ни с чем. Ответ придет на арене. Шейра глубоко вздохнула. Позвольте мне объяснить игровую часть первого матча между Японией и Терсландом. Если вы посмотрите на арену, то увидите, что на арене есть меньший круг, где команда будет соревноваться. Все, что им нужно сделать, это выбросить своих противников за пределы поля, без лишних слов. Давайте назовем участников от обеих команд. Уэу. Аплодисменты разразились, когда зрители назвали имя, которое они хотели видеть на арене. Это превратилось в шум, когда появились шесть человек. Вот оно. Это то, чего мы ждем. Две команды наконец показали себя. Возбужденно воскликнула Шейра. С левой стороны на поле выходит Теодор Гриффит, Алиа Илрик и Эллин Марсинис. С противоположной стороны сборная Японии отправила на Кодзиму Мийока, Курихара Масахика и Кондатакура. О, мы имеем дело с этими двумя и призывателем. Эллин нахмурила брови. Мы собираемся выиграть это. Теа посмотрел на нее с улыбкой. Это то, о чем ты не должен спрашивать. Наверное, ты прав. Она усмехнулась. Я собираюсь драться с Накодзимой Мийока. Теа пожал плечами. Вы двое разберетесь с остальными. Тем временем Токура вздохнул. Интересно, если мы потянем короткую соломинку. В любом случае, если это будут только Ферил и Лауст, она сможет победить, сказал Масахика, оглядывая вражескую команду. Однако его внимание оставалось на Алиа. Почему вы оба говорите так, как будто мы уже проиграли? Если мы выиграем две игры, мы сможем быстро все закончить. Никакого безделья. Мийока фыркнула и посмотрела на Теа. Кто победит? Очевидно, тот, кто выбросит их с ринга. Верно. Двое усмехнулись, когда они подошли к середине арены, встретив команду Теа. Надеюсь, у нас будет хороший бой. Теа небрежно улыбнулся, словно смотрел на них сверху вниз. Брови Мийока дернулись, когда он упрекнул его. То, что ты стал сильнее, еще не значит, что ты победишь. Я уже выигрываю. Теа поднял обе руки и схватил Эллен и Алиу за плечи, как будто намекая, что в их команде больше девушек, чем у них самих. Кашель. Кашель. Мийока и Масахика кашлянули, потому что они никак не ожидали, что Теа будет так хвастаться. Этот парень лучший. Такура, с другой стороны, не мог сдержать смех. Теа пожал плечами и подошел к краю ринга. Само кольцо имело 100 футов в радиусе, что делало его довольно большим. Удивительно, но их соперники тоже начали с края ринга, как будто хотели разгадать план Теа. Матч начинается. Когда Диева объявила о начале матча, обе команды стали серьезными. Алиа вытащила свой меч, и Эллен приготовилась использовать два навыка одновременно. То же самое относится и к сборной Японии, когда все трое обнажили свои катаны. Однако Теа застал их врасплох, потому что не призвал своего клона и медленно пошел на другую сторону, как будто не чувствовал угрозы со стороны своих противников. Мийока поднял брови и стиснул зубы. Теа открыто издевался над их командой. Ты. Он немного переборщил. Токура беспомощно покачал головой, прежде чем вызвать красную обезьяну. Огненная обезьяна. Дай мне посмотреть, насколько ты силен. Сможешь ли ты победить обезьяну ранга героя в одиночку? Рев. Пятнадцатифутовая обезьяна издала громкий рев, ударив Теа кулаком, хотя три лотоса упали ему на голову, прижав обезьяну к земле. Эллен улыбнулась. Твой противник, я. Похоже. Выражение лица Токура стало серьезным. Масахика тоже не мог упустить такой шанс и решил проверить Теа танец цветущих мечей. Масахика хотел ударить его несколько раз, чтобы проверить уровень владения копьем Теа, но его меч был остановлен мечом Алиа. Их мечи несколько раз столкнулись, прежде чем Масахика отпрыгнул назад. Это действительно танец мечей. Алиа глубоко вздохнула. На этот раз я больше не собираюсь проигрывать. Давай потанцуем вместе. А. Масахика улыбнулся. Теа почесал затылок и спросил. Итак, когда ты собираешься двигаться, как они. Ты слишком самоуверен. Мийока прищурил глаза и с криком прыгнул к нему. Я сейчас же поставлю тебя на место. Теа улыбнулся и выдернул руку, глядя на лезвия Мийока, летевшие сверху. Искусство меча молнии. Первый меч. Глядя на властную молнию, исходящую от меча, Теа, наконец, толкнул его руку, выпустив всю силу, как Нелла. Но. Заб. Никакая сила не была высвобождена, и Теа мгновенно разделился на две части. Из его тела даже потекла кровь, когда тело и копия упали на землю, издав щелкающий звук, который выглядел настоящим. Что? Деева на секунду растерялся. Никто бы не поверил, что это был настоящий Теа, хотя труп и не был похож на клона, поскольку последний должен был исчезнуть после того, как его вот так изрубили. Даже Алиа и Эллина становились на долю секунды, глядя на труп. Я только что убила его. Мейока вздохнула и сделала шаг назад, прежде чем голос Теа эхом разнесся у всех в ушах. Труп внезапно исчез, включая кровь, когда другой Теа появился прямо на своем первоначальном месте. Он сидел на рукояти своего копия, который поднял с помощью телекинеза, и отдыхал, как ни в чем не бывало. Да ладно, почему вы все так серьезно относитесь к этому? Я даже не сдвинулся с исходной позиции, разочарованно вздохнул Теа. Гэха. Мейока только что поняла, что все было иллюзией, то есть Теа просто играл с ним все это время. Вены вздулись на его лбу, когда он заскрежетал зубами. Ты, мать все. Они не ожидали, что Теа никогда не сдвинется со своего места. Это была лишь иллюзия самого себя. Тем не менее, несмотря на то, что все ненавидели его после того, как его обманули, это выступление не удовлетворило желания Теа. Он щелкнул языком и пробормотал про себя. И че? Это единственное, что я могу сделать после двух дней обучения. Если бы я только научился лучше использовать иллюзии с самого начала, я бы стал лучше, чем сейчас. Иллюзия становится реальностью, да. Очевидно, никто в этом месте не разделял того же разочарования. Даже Деева сузил глаза и сглотнул, думая, он уже так хорош. Я видел, что это была иллюзия, но все выглядело так реально, что я на секунду засомневался в себе. Мьёка не могла этого видеть, потому что гнев уже засел в его голове. Он разрядил все молнии в свой меч и бросился на него. Ха. Теа улыбнулся и поднял оба копья, прежде чем использовать свой блинк, когда он уже собирался добраться до него. Ага. А вот и я. Теа улыбнулся, появившись перед Масахика. Серьезно? Я первая цель подпокрыл его лоб, когда Масахика отпрыгнул назад. В то же время за спиной Теа показал свое присутствие голубой волк. Тем не менее, Теа продолжал протягивать руку Масахика, несмотря на то, что волк уже открыл пасть. Теа сделал глубокий вдох, использовал свой телекинез и высвободил свою магическую силу до предела. Масахика цокнул языком, и его оттолкнули. Однако он каким-то образом изменил свой танец и ускользнул от мощного толчка Теа прямо на грани. Наоборот, у волка отлетела собственная голова, прежде чем он достиг Теа. Рядом с волком была Алия с опущенным мечом, как будто она только что сделала полный замах. Однако Мийока, очевидно, не позволила этому ускользнуть, поскольку он быстро вернулся, чтобы помочь Масахика. Чтобы Теа не оттолкнул его, он планировал ударить Алию, чтобы заставить Теа помочь Алия, вместо того, чтобы сосредоточиться на Масахика. И он поступил именно так, как думал, хоть и со своим клоном. Клон Теа ударил мечом и легко остановил его. Молния не могла приблизиться к нему из-за телекинеза Теа, и они оба обладали одинаковой силой. Думаю, его не так-то просто оттолкнуть. Пробормотал Теа и развернулся, направляясь прямо к Такура. Я не позволю тебе. Мийока взревела, когда он выпустил всю молнию внутри своего тела. Молниеносная скорость. Клон Теа попытался остановить его, но сила Мийока действительно была немного выше, чем он предполагал. Теа закричала Алия, собирайся ударить Мийока, но Масахика уже ударил ее снова, не дав ей помощь Теа. Твой противник, я. Масахика улыбнулся. Теа остановился и обернулся, подняв в копье против Мийока. Которой он уже надоел. Раскат грома. Пушечный взрыв. Теа изо всех сил ударил мечом, но Мийока высвободила беспрецедентную силу и прижала его к земле, когда в ушах всех раздался громкий гром. Я не позволю тебе снова сбежать, в гневе закричала Мийока. Но Теа беспомощно покачал головой. Ты так и не поймал меня. Внезапно Теа исчез, оставив на поле боя только своего клона. И снова он вскоре понял, что настоящий Теа на самом деле был клоном. В этот момент Теа снова призвал своего клона и вместе бросился на Мацухика. Магическая пуля. Теа и его клон выпустили. Все 80 волшебных пулей использовали способность слежения, чтобы замедлить Мийока. В то же время Алия поняла, что он задумал, и взмахнула мечом. Плавящий меч. Вода побеждает огонь. Мацухика высвободил свою силу и проглотил огонь Алии своей водой. После этого он использовал еще один танец, чтобы сделать несколько шагов назад в быстрой последовательности, прежде чем уйти в сторону непредсказуемым образом. Грандиозный взрыв. Алия не давала ему сбежать, по крайней мере, пока Теа не догнал ее. Речная волна. Мацухика, очевидно, не позволил бы ему оказаться в невыгодном положении, поскольку Алия и Теа были бы худшей парой, которая могла бы преследовать вас в этом соревновании. Вода образовала поток и подавила взрыв, но на арене произошло уже три взрыва. И Алия выполнила свою задачу, потому что Теа снова использовал свой телекинез, чтобы поднять камень и бросить его ему. Водяная спираль. Мацухика развернул свое тело и создал водяной росток, который поглощал все и подбрасывал в небо. Пушечный взрыв. Когда Теа собирался напасть на Мацухика, перед ним появилась Мейока и ударила его копьем о землю. Он выглядел расстроенным, потому что Теа все это время разыгрывал его, словно собирался игнорировать. Однако на этом дело не остановилось. Теа сделал шаг вперед, выкрикивая. Алия, ты действительно запутался, используя мои собственные глаза, чтобы подать мне сигнал. Алия улыбнулась, потому что Теа позволил ей увидеть то, что он задумал, всего несколькими взглядами. И все это время он то и дело поглядывал в сторону, особенно на позицию Эллин. Это был самый большой намек, который она могла получить. С этим сигналом Алия взмахнула мечом вверх, создав на земле маленькую искру, которая превратилась в девять голов. Третий подвиг. Так, пожирающая Гидра. Нет. Мацухика закричал и понял, что настоящей целью Теа был не он, а Токура. В этот момент клон Теа использовал свой блинк, чтобы появиться на вершине собственного копия. Он поднял его и побежал вместе с головами Гидры, в то время как Теа, наконец, серьезно столкнулся с Миёка с улыбкой на лице. Ты хочешь встретиться со мной лицом к лицу, верно? Конечно. Позволь мне поиграть с тобой. Токура. Токура был ошеломлен, потому что они ясно видели, как Миёка и Мацухика не смогли контролировать Теа на этой арене. Обезьяна встала между ним и Гидра и планировала пожертвовать собой, чтобы остановить их. Но Теа проскользнул мимо защиты обезьяны и бросился прямо на него. Его копье было покрыто магической силой, которая должна была стать визитной карточкой его пушечного взрыва. Следовательно, Токура поднял свой меч, чтобы остановить его на секунду, прежде чем призвать другое существо, чтобы помочь ему, хотя магическая сила на самом деле была фальшивой. Сразу после того, как их оружие столкнулось, Теа бросил копье и протянул руку, направив ее в живот Токура. Нехорошо. Выражение лица Токура побледнело, когда он понял, что Теа собирается сделать, пока Теа выпустил магическую силу и свой телекинез, отбросив его. После этого Эллин ударила его ногой по пояс и выбросила за пределы ринга. Токура выбыл ты. Мийока больше не могла сдерживать свой гнев, когда он бросился на него своим мечом молнией, но остановился посередине из-за четырех приближающихся звездообразных огней, падающих на него. Распространение. Мийока взмахнул мечом в сторону и распространил молнию, чтобы уничтожить весь свет, превратившийся в массивный ледяной кристалл. В то же время Масахика также подвергся аналогичной атаке и отпрыгнул назад, чтобы отойти на некоторое расстояние, избегая при этом атак Эллин. Ой. Теа усмехнулся и направил своего клона, чтобы помочь Алиа, крича. Эллин, помоги Алиа. Ты. Мийока должна была быть сильнее Мацухика, но Теа пренебрегал им, как будто он был недостаточно силен, чтобы Теа придавал ему какое-то значение. Что? Теа усмехнулся и направил свое копье. Действуй по-крупному. Мийока прыгнул вперед и опустил меч. Вместо того, чтобы ударить мечом в лоб, Теа сделал шаг назад и позволил Мийока ударить по земле. Бам. Молния расползлась по земле, а Теа все еще ждал его, даже не глядя на эту атаку. Когда Мийока собиралась двигаться, он внезапно споткнулся о землю, прежде чем осознал, что его рука вошла в землю. Затем иллюзия раскрылась. Земля превратилась в кратер с камнями, удерживающими ноги Мийока. Причина, по которой он не упал раньше, заключалась в телекинезе Теа, который использовал его, чтобы пустить камень под ноги. Этот шанс стал самым большим шансом для Теа, поскольку он прибыл раньше него и ударил копьем. Быстрая энергия. Мийока стиснул зубы и попытался парировать удар копья, но два удара проскользнули мимо его защиты и оцарапали ему щеку и плечо правой руки. Затем Теа развернул свое тело и ударил его по голове силой своего телекинеза, отбросив его. Мийока несколько раз перекатилась по земле и быстро подняла голову, глядя на Теа, все еще стоящего на своем месте, не упуская возможности нанести ему еще один удар. Ты, как долго ты собираешься смотреть на меня свысока? Разве ты уже не видишь? Я говорю тебе, что тебя одного недостаточно. Теа фыркнул, наконец приступив к реализации своего плана, чтобы показать свою настоящую силу. Масахика, напротив, вспотел. Мало того, что его товарищ по команде оказался во владении Теа, так еще и его состояние было не таким уж хорошим. Алиа не могла толком понять его танец с мечами, но ей все же удавалось с ним справляться. Он и не подозревал, что благодаря экстраординарному фехтованию Зары ей удалось использовать его как еще одну ссылку, чтобы лучше понять его танец с мечами. Алиа использовала это разочарование в своей потере, чтобы стать толчком для собственного прогресса. Я буду сильнее. Я не позволю Теа легко превзойти меня. Алиа стиснула зубы и выпустила немного больше магической силы в свою атаку. Дюймовый слэш. Масахика ударил дюймового слэша своим мечом, чтобы нейтрализовать его, но позади него появился клон Теа, схватив его за плечи. Масахика цокнул языком и толкнул клона Теа локтем, но последний успел использовать свой блинг первым. Неся Масахика перед Эллин, которая уже была в движении. Морозная нова. Я не буду делать это. Масахика стиснул зубы и сказал. Я выхожу. Диева быстро остановил атаку Эллин, прежде чем отнести его к краю арены. Я чуть не был ранен этой атакой. Теодор все равно что-то внесет в этот бой, поэтому я знаю, что мне нужно сохранить свою магическую силу и получить травму. Вот почему. Масахика внезапно замолчал, увидев, как клон Теа разговаривает с Эллин и Алиа вместо помощи оригинальному Теа. Почему они разговаривают? Теа, подожди. Крикнул Масахика. Мы сдаемся. Диева услышал его слова и остановил матч. Терсланд побеждает, что Миоко явно не понимала этого действия, потому что еще не проиграла. Однако Масахика мог только сожалеть о результате. Нас поймели. Подумав об этом, Масахика увидел, как Теа прищелкнул языком, и его лицо было наполнено раздражением. В этот момент Масахика уже получил ответ. Миоко, которая не могла смириться с результатом, быстро подошла, но Масахика уже в спешке покинул арену. Он мог найти только Масахика, разговаривающего с Мами в коридоре. Масахика. Я еще могу драться. Миоко закричала в гневе и разочаровании. Выражение лица Мами стало холодным, когда она холодно посмотрела на Миоко. Заткнись. Ты даже не видишь, что происходит. Если бы Масахика этого не понимал, мы бы попали в его планы. Этим, я уверен, он пытается закончить битву на четвертом матче. Почему? Потому что твоя сила уступает только мне. Когда ты теряешь рассудок и овладеваешь своим гневом, ты думаешь, что сможешь делать то же самое, как когда ваша голова крута. А если бы бой продолжился, ты бы получил несколько травм, которые тебя остановили. Это снизило бы наши шансы на победу. Масахика даже сказал мне, что Теодор, кажется, был раздражен тем, что он остановил бой. Значит, это был именно его.